Субтитры создавал DimaTorzok В течение, может быть, полутора-двух часов я постараюсь вам рассказать о клиниках, фармакологических аспектах, вот этого нового направления, персонализированной медицины. У меня такой вопрос сразу к залу. Поднимите руки те, кто имеет отношение к медицине, так скажем. Почти все. Ну, отлично. Тогда я думаю, что мы будем говорить на профессиональном языке. Если вам что-то будет непонятно, с учетом того, что у нас открытый университет, вы тогда меня перебиваете, спрашиваете, потому что лекция большого приготовила, но походу сориентируясь, на чем обратить внимание, что можно пролистнуть. Современная фармакология, клиническая фармакология, что из себя представляет? Ну, у нас много лекарств. В настоящее время Российской Федерации зарегистрировано официально Минздравом 17 тысяч наименований лекарственных препаратов по торговым названиям. Представляете цифру такую? 17 тысяч. В том числе и многие препараты новые, инновационные, принципиально новые по механизму действия. Но, к сожалению, до сих пор у нас остаются проблемы с безопасностью терапии, несмотря на наличие огромного количества лекарственных препаратов в руках наших клиницистов. В основном, когда говорят о безопасности фармакотерапии, приводят эпидемиологические данные американские, потому что там наиболее хорошо поставлена система мониторинга с неблагоприятными побочными реакциями, которая есть и у нас, но она работает похуже в силу организационных причин, но она все же работает. 2 миллиона ежегодно серьезных неблагоприятных побочных реакций регистрируются в США. Что значит серьезных? Серьезных – это те, которые приводят к инвалидизации, госпитализации, ее продлению, даже к смерти. Даже в США ежегодно регистрируются до 240 тысяч смертей – это смерти пациентов от неблагоприятных побочных реакций. В некоторых странах мира, где система мониторинга за безопасностью особо хорошо развита, смерть от неблагоприятных побочных реакций может выступать на четвертом месте после сердечно-сосудистых заболеваний, после онкологии и травм. Считается, что до 16% причин госпитализации в американские стационары причина – это побочные реакции на лекарственные средства. Это является большим экономическим бременем – 136 миллиардов. Тратится ежегодно в США на коррекцию неблагоприятных побочных реакций и ведение таких пациентов. В общем-то, это достаточно большие деньги, бюджет развивающейся страны – 136 миллиардов. В то же время у нас есть проблемы не только с безопасностью лекарств. К сожалению, у нас есть проблемы с эффективностью препаратов, несмотря на то, что лекарств много – 17 тысяч препаратов, в том числе и новых, которые изучены в соответствии с методологией так называемой доказательной медицины. Я думаю, что вы знаете, что это такое. Это методология, которая подразумевает изучение лекарств на основе результатов, принятие решения о назначении лекарств на основе результатов мультицентровых рандомизированных исследований. Так вот, что с безопасностью препаратов? Ну, считается, если брать антигипертензивные препараты, препараты, которые применяются для лечения артериальной гипертензии, что в лучшем случае 30% пациентов на антигипертензивном препарате достигнет целевых значений артериального давления. Это зависит, конечно, не только от самих препаратов, но еще и от того, как пациенты сами принимают препараты и как врачи грамотно их назначают. Что касается сердечной недостаточности, то 25% эффективность, существенная эффективность лекарственной терапии. Антидепрессанты в лучшем случае работают у 50% пациентов, вызывая редукцию депрессивных синдромов. Гиполепидемические препараты – большой разброс, но в лучшем случае 70% достигнет целевых значений холестерина липидного профиля, а то и еще меньше 30%, особенно в тех странах, где вообще, так скажем, не титруются, не подбираются дозы гиполепидемических препаратов. В России, кстати, очень часто ситуация, назначили какой-нибудь статин пациенту и отпустили. Что там с холестерином, никому неизвестно. Противоосматические препараты – тоже большой разброс по эффективности от 40% до 70%. Нигде не достигается, хоть как-то нигде не приближается до 100%. Смотря на то, что лекарств много, современных и дорогих, в том числе и новых, и инновационных препаратов. Суть персонализированной медицины. В частности, с позиции клинического фармаколога. Когда к нам приходит на рынок тот или иной препарат, и мы видим эффективность его в виде результатов рандомизированных клинических исследований. Понятно, что это такое, рандомизированные? То есть, исследования сделаны в соответствии с методологией, когда есть основная группа, есть контрольная группа, они выбраны случайно. Эти исследования большие, настолько большие, что можно было продемонстрировать эффект данного препарата по сравнению с каким-то стандартным лечением или старыми препаратами. И этот эффект, скажем, снижения смертности, снижения риска инфаркта миокарда, и каких-то других осложнений, мы видим у неких усредненных. То есть, по сути дела, назначая данный препарат тому или иному пациенту, который доказал свою эффективность в мультцентровом исследовании, мы надеемся, что наш пациент, которого мы видим перед собой на приеме, он хоть как-то похож на тех пациентов, которые были включены в рандомизированное клиническое исследование в соответствии с критерием включения. Да и результат, который мы получаем в этом исследовании, он, так скажем, усредненный, как некая средняя температура. И даже некоторые называют сейчас доказательную медицину, не медицина основана на доказательствах, а медицина основана на надеждах. How best medicine. То есть, мы надеемся, что наш пациент, который сидит перед нами, хоть как-то похож на тех пациентов, которые были включены в это исследование, и на которых как раз была продемонстрирована вот эта эффективность препарата. А надо сказать, что эти исследования иногда проводятся в достаточно жестких условиях, критериях включения, критериев исключения. Например, не включают очень пожилых пациентов, не включают пациентов с нарушением функций печени и почек, не включают пациентов, которые принимают некоторые лекарства. Поэтому, а в жизни все это может быть включено, поэтому пациенты в жизни очень сильно отличаются от тех усредненных, рафинированных пациентов, которые включаются в клинические исследования. Поэтому эффект препаратов в жизни может несколько отличаться от того эффекта, который был получен в рандомизированных исследованиях, потому что все пациенты разные, отвечают они по-разному, потому что фармакологический ответ на лекарственное средство зависит от очень многих факторов. От каких? Ну, прежде всего, пол и возраст. Мы знаем, допустим, что у женщин неблагоприятные побочные реакции развиваются чаще, чем у мужчин. Ну, хорошо классический известный пример – это дигиталис, тигоксин. Дигитальная стоксикация встречается в полтора раза чаще у женщин, чем у мужчин. Сухой кашель на такие препараты, широко применяемые, ингибитор АПФ, типа нолаприла, встречается в полтора-два раза чаще у женщин, чем у мужчин. Аллергические реакции на бетлоктам, на антибиотики также наблюдаются чаще у женщин, чем у мужчин и так далее. Возраст. Чем более пожилой наш пациент, чем чаще мы видим неблагоприятные побочные реакции, более чувствительные к некоторым препаратам или, наоборот, резистентным к другим препаратам, например, транквилизаторам. Тяжесть течения основного заболевания, чем тяжелее наш пациент по сахарному диабету или сердечной недостаточности, или еще какому-то заболеванию, тем чаще мы видим неблагоприятные побочные реакции. Тем более, что у пациента уже имеется патология тех органов, где происходит борьба с анабиотиком, борьба с лекарством. Это печень, там происходит биотрансформация лекарств, и почки, там происходит выведение большинства лекарственных препаратов. Какие совместно применяемые препараты наш принимает пациент, также влияет на фармакологический ответ, потому что лекарства могут взаимодействовать друг с другом. Одно лекарство может нивелировать эффекты другого или повышать риск развития неблагоприятных побочных реакций. Иногда даже важно, чем питается пациент. Но есть примеры, когда, допустим, если некоторые препараты вы будете запивать грейпфрутовым соком, например, препараты для лечения давления, для лечения артериальной гипертензии, группа антагонистов кальция или статинов, тогда повышается концентрация в плазме крови и увеличивается риск побочных реакций. Потому что, оказывается, в грейпфрутовом соке содержатся вещества, которые блокируют метаболизм некоторых препаратов. Это известный факт. Вредные привычки курения. Например, у курильщиков, у людей, которые курят, полициклические ароматические углеводороды, индуцируют изофермент в печени, цитохрома P450, который участвует в метаболизме теофилина. Теофилин – это препарат, который применяется для лечения бронхоабструктивного синдрома при астме или при бронхите, абструктивном бронхите. И известно, что курильщикам доза теофилина должна быть в полтора раза больше, чем у некурящих людей. Все же многие авторы говорят, что до 50% неблагоприятных ответов на лекарства в виде разыстантости к лечению или в виде побочных реакций связаны с генетическими особенностями наших пациентов. Иногда встречаешь статьи очень интересные, какие еще факторы влияют на фармакологический ответ. Потому что, по сути дела, зная эти факторы, и учитывая их каким-то образом, можно как раз персонализированно подойти к выбору препаратов и их доз. Вот здесь очень интересно, я вам показываю публикацию, которая была опубликована, по-моему, порядка полутора лет назад. Это сравнение концентрации препаратов из группы иммуностатиков. Это был токролимус, сиролимус. Эти препараты применяются в основном у пациентов после пересадки органов, после пересадки почки. Зачем они применяются? Для того, чтобы предотвратить отторжение трансплантата. Эти препараты давят иммунитет и не дают организму отторгнуть трансплантат. Очень важные препараты, которые обеспечивают качество этой манипуляции пересадки почки печени. И при печени тоже используются почки чаще всего. Посмотрите, какие интересные результаты. Вот здесь представлены колебания концентрации токролимуса, одного из иммуностатиков. Но здесь сиролимуса. Соответственно, в зимние периоды их концентрация явно выше, в летние периоды явно ниже. Причем авторы не просто зарегистрировали вот такие колебания, сезонные колебания концентрации, они пытались связать это с чем-то. Но с чем связать? Первое, что приходит в голову, связать с уровнем ультрафиолетового облучения. Шведская работа, поэтому там очень различается уровень ультрафиолетового излучения в зимнее и летнее время. И посмотрите, какая интересная произошла зависимость. В летний период ультрафиолетового излучения, соответственно, меньше, концентрация больше. А вот в летний период, наоборот, ультрафиолетового излучения больше, и концентрация снижается. И, конечно же, это завязали с уровнем витамина D. Но еще с чем связать? Вот уровень инсоляции. И тоже получили определенные закономерности, что именно в пик витамина D снижается концентрация этих иммуностатиков. Завязали это, опять же, на цитохроме P450, в том ферменте, который локализован в печени, который занимается, с одной стороны, метаболизмом и лекарственных средств, а с другой стороны, метаболизмом и витамина D. Таким образом, еще один фактор, который может определять фармакологический ответ, это сезонный фактор. Для этих больных это очень важно. Недавно была опубликована еще одна интересная работа, где связывали эффекты статинов. Статины – это препараты, которые применяются, симвостатин в частности, для понижения уровня холестерина и уровня микробных метаболитов в плазме крови. Дело в том, что некоторая часть холестерина уже в кишечнике метаболизируется под действием микрофлоры. И образуется часть метаболитов, они абсолютно неактивные, которые всасываются и возникает определенная концентрация этих микробных метаболитов в плазме крови. Оказывается, авторы нашли взаимосвязь между эффективностью статинов и уровнем микробных метаболитов холестерина в плазме крови. Здесь речь идет о том, что, оказывается, фармакологический ответ может зависеть не только от тех факторов, которые я сказал, но, оказывается, от нормальной микрофлоры. Это не только антибактериальные препараты, это препараты, казалось бы, для лечения совсем другой патологии гиперлипидемии, что также интересно. Появился даже термин микрофармакомикробиомика. Вот такой термин, под который понимается изучение микробиома, то есть состава качественного, количество состава нормальной микрофлоры и ответ на препараты. Есть примеры с дегоксином, есть примеры с гормональными контрацептивами, где реально флора может определять ответ на лекарственное средство. Я это к тому говорю, что очень много факторов влияет на фармакологический ответ. И учет этих факторов является как раз и основой этой самой персонализированной фармакотерапии персонализированной медицины по отношению к лекарственным средствам. Ну вот определение персонализированной медицины, оно мне очень не нравится, потому что оно такое достаточно размыто. Взял я его из Википедии. Персонализированная медицина – это использование геномных молекулярных технологий для улучшения системы здравоохранения, облегчение создания использования медицинских продуктов и выявления предисположенности заболевания человека. Ну вот здесь очень такое расплывчатое определение. В принципе затронуты все основные позиции, где персонализированная медицина сейчас проявила. Но мне больше нравится определение другое, которое дал американский консорциум по персонализированной медицине. Это использование новых методов молекулярного анализа для улучшения оценки предрасположенности к болезням и их управлению. Имеется в виду прежде всего применение каких-то вмешательств для лечения. Это в том числе и лекарственные средства. Персонализированная медицина – это тот подход, который позволяет из большой когорты пациентов выделить группы ответчиков, неответчиков на те или иные лекарственные средства, или тех, кто могут развить неблагоприятные побочные реакции с помощью неких технологий. Прежде всего здесь речь идет о молекулярно-генетических технологиях. Хотя, как я показал, здесь наверняка впишутся и фармакомикробиомные технологии, и многие-многие другие биомаркеры. Принцип персонализированной фармакотерапии, который сейчас очень сильно позиционируется, в общем-то, прост и такой достаточно лаконичный. Эти технологии, в частности, молекулярно-генетические технологии, должны нам с вами подобрать правильного пациента, который бы ответил именно на это лечение, на данный препарат в той дозе, которая нужна этому пациенту. Правильное лекарство в правильной дозе, в правильное время. И последнее время еще говорят о двух правильных вещах, по правильной стоимости и с правильной информационной поддержкой для врача и для пациента. Вот эти два новых момента сейчас очень активно на Западе обсуждаются. Это такие уже больше организационные аспекты, о них мы тоже немножко поговорим. По персонализированной медицине издается огромное количество книжек. Этот термин очень популярен. Но из всех технологий персонализированной медицины, забегая вперед, реально готовы к клинической практике, уже элементы которого уже начали использоваться, это все-таки фармакогенетические, фармакогеномные технологии. Хотя есть у нас журнал «Персонализированная медицина», вот книжка «Фармакогеномика и персонализированная медицина». Недавно, уже больше года, прошел всемирный, извините, европейский конгресс общества персонализированной, предиктивной и превентивной медицине. Он проводился этот конгресс в Бонне, уже больше года назад. Был открыт с большой помпой, проводился он в здании бывшего Бундестага, вот где как раз я и нахожусь. Очень все было красиво, приезжал и мэр Бона, приезжали представители фармацевтического бизнеса, регуляторных структур, FDA, Европейского медицинского агентства, много было очень регуляторов. То есть, эта тематика очень сильно интересует не только медицинскую общественность, но и фармацевтическую общественность, фармацевтические компании и регуляторные органы. Почему? Потому что сейчас в медицине назрела необходимость неких технологий, которые могут хоть как-то оптимизировать процесс лечения, повысить эффективность и безопасность этого лечения, как новыми, так и старыми лекарственными препаратами. Ведь что происходит на сегодняшний день? Вот такая вот очень простая картинка, попытаюсь ее объяснить. Приходит нам пациент с каким-то заболеванием. Мы диагностируем это заболевание, например, артериальной гипертензией, и начинаем подбирать терапию. На сегодняшний день всеми руководствами по лечению артериальной гипертонии рекомендовано к длительному применению шесть классов лекарственных препаратов. Как выбрать из этих шести классов препаратов класс, который действительно будет наиболее эффективен? А ведь с точки зрения клинического фармаколога мы должны достигнуть эффективности максимальной при минимальном количестве лекарств при минимальной дозе. Это отличает, кстати, нас, клинических фармакологов, от других врачей, которые иногда пытаются лечить максимальными дозами и максимальными количествами препаратов. Так вот, как сделать так, чтобы мы действительно угадали то, что препарат действует на пациента? Трудно это сейчас сделать. Действительно, назначаем один препарат, не помогает, не достигаем целевых цифр, болезнь прогрессирует, второй препарат присоединяем, не помогает, дозу повышаем, не помогает, не помогает, не помогает, болезнь все прогрессирует, прогрессирует. Наконец, нашли методом проб и ошибок вот эту комбинацию, которая сильно помогает пациенту. И вроде бы после этого уже начинается снижение риска, потому что мы берем под контроль вот этот фактор риска. Что может сделать технология персонализированной медицины? Она может вот этот отрезок пути времени сократить. То есть, мы поставили диагноз, провели, соответственно, тест, ну, фармакогеномный тест, который нам сказал, что этому пациенту, скорее всего, поможет вот этот препарат в такой-то дозе. И тогда мы персонализированно назначаем данный препарат и способствуем тому, что мы быстро очень компенсируем наше заболевание, но перестает прогрессировать, соответственно, дальше нам остается только мониторировать из-за состояния. Конечно, это идеальная такая модель, так, утрированная в этом случае и идеализированная в этом случае, но суть персонализированной медицины в принципиальном изменении подхода к лечению именно в этом. И многие экономисты говорят, что это не только экономически оправданно, а такой подход, внедрение такого подхода по многим направлениям медицины будет способствовать и, так скажем, положительным демографическим результатам. Тем более, что есть примеры, когда действительно персонализированная медицина произвела своеобразный переворот в лечении некоторых заболеваний. Вот здесь представлены успехи персонализированной медицины в фармакотерапии лейкозов. Такая картинка достаточно яркая. Лейкозы 60 лет назад. Что собой представляли? Заболевания, для которых была характерна пятилетняя выживаемость в виде нуля процентов. То есть, никто из пациентов не выживал 60 лет назад при постановке такого диагноза. Когда появились уже препараты определенные, тут уже появились шансы у пациентов. И в настоящее время с появлением препаратов для таргетной терапии опухоли, извините, лейкозы, шансы на выживаемость резко увеличилась до 70%. Всего лишь за 50 лет от нуля до 70. И в основном эти препараты, таргетная терапия, те, для которых разработаны тесты для персонализации. То есть, тесты, благодаря которым можно сказать, что в данном случае данное лекарство поможет, а в данном случае нет, нужно выбрать альтернативный препарат. Это сделало внедрение элементов персонализированной медицины. Это, конечно же, успех. Есть еще такая методология, вот здесь она расшифрованная, которую, может быть, вы слышали. Это 3П, потом появилось 4П, потом 5П, медицина. Ну, предиктивное, превентивное, персонализированное мне понятно. 4П – это уже партнерское имеется в виду внедрение в систему здравоохранения. Ну, и 5П присоединяет сейчас это профилактическое. Хотя, как бы, превентивное профилактическое где-то рядом, но иногда так выделяют. Поэтому, кто больше, кто-то говорит 3П медицины, кто-то 4П медицины, от этого суть не меняется. Все равно речь идет о персонализации тех или иных мероприятий. Мы сегодня говорим о персонализации фармакотерапии. Итак, какие же инструменты персонализированной медицины для клинического фармаколога, с точки зрения клинического фармаколога сейчас существуют? Ну, в настоящее время инструментами является изучение генома, прежде всего, или генетического аппарата. Это фармакогенетика и фармакогеномика. Об этом я поговорю подробнее. Фармакотранскриптомика, когда мы изучаем уже работу гена, не просто изменения в генах, как в этом случае, а работу гена, как правило, оценивается это по матричным РНК. Протеомика – это фармакопротеомика, это направление, которое существует благодаря, когда изучается вся мозаика протеомы, например, в крови или в моче. На основании этой мозаики делается вывод о том, что человеку поможет тот или иной препарат, тот или иной дозе. Фармакометаболомика, когда мы изучаем метаболиты, и вот эта мозаика метаболитная дает нам ответ, и микробиомика, об этом я сказал. Надо сказать, что вот эта часть слайда – это далекое будущее. Пока в клиническую практику вот это все не готово. А вот что касается фармакогеномики и фармакотранскриптомики, то здесь уже есть кое-какие примеры, когда персонализация действительно работает на повышение эффективности и безопасности. Но тут еще важный момент. Хорошо, мы получим все эти результаты, результаты по генотипам, результаты по матричным РНК, как это все интерпретировать на конкретного пациента. Поэтому недавно я встретил термин, уже год как он существует, интерпритомика, то есть совокупность всех клинических рекомендаций по интерпретации, так скажем, инструментов технологий персонализированной медицины. Ну, я еще видел один слайд, похожий вот на этот, на мой, на каком-то зарубежном конгрессе, когда этот слайд полностью перекрывается еще одномикой, которая падает и все закрывает, это экономика. Но об этом чуть позже, тем более, что в области фармакогеномики экономика работает на нас, с учетом удешевления данных технологий. Я имею в виду ПЦР и секвенирование. Вот эти омики как раз здесь представлены. Омикс их еще называют. Тоже на каком-то конгрессе я встретил, профессор говорил, омикс не путать с комиксами. Ну, вот здесь тоже омики наши, тоже не надо ни с чем путать. Геномика – это совокупность генов, то есть, то, из чего состоит наша ДНК, 35 тысяч генов. Транскриптомика – это уже МРНК, который образуется с помощью ДНК, процесс транскрипции. Если здесь мы изучаем строение гена, то здесь мы изучаем, как он работает. Здесь мы уже изучаем протеомика, то есть, что на самом деле получается. И метаболомика – это непосредственно метаболиты. Здесь еще больше разных маркеров, которые нужно изучать для того, чтобы понять картину и выбрать тот препарат, который действительно нужен пациенту. Пока мы работаем на этом уровне, на уровне геномики и на уровне транскриптомики. Но я думаю, что не надо здесь рассказывать, что такое ген, где он находится. Находится он в хромосоме. Ген представляет собой нуклеотидную последовательность. И вот эти генетические особенности пациента, которые могут определять индивидуальный фармакологический ответ, они собой представляют точечные полиморфизмы в генах. То есть, когда один нуклеотид меняется на другой. Реже происходят ставки или делеции. Результат – это заменение нуклеотидной последовательности и изменение белков. Либо они вообще не синтезируются, либо они синтезируются какие-то не такие. На данном слайде представлено к 2004 году количество генетических тестов, которые уже продвигаются как коммерческие продукты. Но к 2004 году их было 1097. Сейчас их намного-намного больше. Уже исчисляется больше 10 тысяч генетических тестов не просто для науки, а которые позиционируются как коммерческие продукты в коммерческих лабораториях. Вообще развитие персонализированной медицины и вот этого направления тестов и фармакогеномных невозможно без того, чтобы этим не заниматься всем миром, всем народом, как говорится. Речь идет о методологии биобанкинга. Грубо говоря, собирается огромное количество, колоссальное количество образцов ДНК, больных с самыми разными болезнями, с разными стадиями, больных, принимающих самые разные лекарства и по-разному ответивших на них. В данном случае вам представляется один из проектов биобанков Европы, самый крупный. В настоящее время там включено более, по-моему, уже 17 или 18 миллионов образцов ДНК, хорошо задокументированных, так скажем, реестр этих пациентов. Для чего это нужно делать? Для того, чтобы выделить нужную когорту, например, пациентов, которые испытали неблагоприятную побочную реакцию и пригенотипировать их как можно по большему количеству точек. Сегодня технологии, генетический чип технологии позволяют генотипировать пациентам не просто по одному полиморфизм, по двум, по трем, по четырем, по десяти, по миллиону полиморфизмов одномоментно. Так называемый чип технологии или ГВАЗ, полногеномный ассоциативный анализ. И такой анализ дает действительно нам полиморфизмы-кандидаты на то, чтобы эти полиморфизмы стали тестом в клинике для прогнозирования тех или иных эффектов препарата или резистентности препаратов. Тем более, что технологии, которые используются для этого, это полногеномный ассоциативный анализ, это секвенирование, их стоимость уменьшается. Но вот здесь представлена стоимость различных видов секвенирования, со временем, да, и вот наши коллеги прогнозируют, что, в общем-то, скоро просеквенировать свой геном будет стоить, ну, сейчас это стоит 10 тысяч долларов, а пять лет назад это стоило очень дорого, там, под несколько миллионов долларов, то к концу этого года вроде бы был прогноз, что за тысячу долларов можно получить информацию о своем геноме. Другое дело, что с этим делать, с этой информацией? Но об этом мы поговорим чуть позже на примере фармакогенетики. Но некоторые уже это делают. Есть функционируют компании, например, самая известная компания 23andMe, может быть, вы слышали такую компанию, которая позиционирует продукт, где вы можете заказать свой геном, и вам дадут вашу нуклеотидную последовательность в виде вот такой, как докторской диссертации, такой книжки большой. При этом вы должны всего лишь плюнуть в лунку, отослать этот материал в силиконовую долину, и вам там за определенное количество денег либо весь геном просеквенируют, либо часть. Это стоит, по-моему, сейчас от самых дешевых продуктов, по-моему, у них 300 долларов стоит, самый дорогой, ну, где-то несколько тысяч долларов, в зависимости от того, что вы хотите. Хотя до недавнего времени всего у нас там было несколько человек, которые знали с нуклеотидной последовательностью. Один из первых, это был Джейнс Уатсон, да, как вы знаете, один из открывателей, не открывателей, а разработчиков модели, двуцепочной модели ДНК. Он сейчас очень любит в Россию приезжать, не так давно приезжал, да, года два назад. У него там всякие теории, правда, российские на старости лет начали возникать в голове, из-за этого его исключили из многих академических обществ, но так бывает иногда в пожилом возрасте. А фармакогенетика, фармакогенетика, как таковая, зародилась на стыке двух специальностей. Фармакология и генетика еще в конце 50-х, начало 60-х годов. Вот этим трем людям, благодаря вот этим трем людям, это живущие люди. Вернер Калу, к сожалению, умер в очень солидном возрасте, в возрасте 98 лет. Он даже 15 лет назад приезжал в Россию с переломом шейки бедра на конференцию по фармакогеномике в Суздале. Представляете, человек доехал на Костылях из Торонто. Приехал. Какой был энтузиаст своего дела. Он написал книжку «Фармакогенетика», а вот эти два человека, соответственно, Арман Аматульский и Фридрих Вогель, они описали первые фармакогенетические феномены, а Вогель вообще ввел этот термин «фармакогенетик». И фармакогенетика во многом, как наука, изучающая генетические особенности, влияющая на фармакологический ответ, развивалась больше как фундаментальная наука. Тогда особо не знали, что такое гены. Изучалось все, как классическая генетика, близнецовыми методами. Только близнецовый метод касался фармакогенетики препаратов. Ну и так далее. Хотя первая книжка на русском языке с названием «Клиническая фармакогенетика» появилась в СССР в 1978 году. Название «Клиническая фармакогенетика». Это же, конечно, сейчас, наверное, кажется фантастикой, что в 1978 году профессор кафедры фармакологии Тернопольского медицинского института Украинской СССР мог написать вообще вот такую книжку. И в этой книжке профессор Скакун Николай Палыч, ныне покойный, книжка достаточно такая даже объемная, там не было, конечно, фактологии. Но там были заложены методологии вообще использования генетического тестирования для персонализации фармакотерапии. И тогда даже там им были предложены классификации генетически терминированных нарушений фармакологического ответа, которые, в общем-то, легли в основу классификации современной и тактика ведения подобных пациентов. А вот в основе этих самых генетических особенностей, которые определяет фармакологический ответ, лежат вот эти так называемые снипы. То есть синглонуклеотид полиморфизма, то есть одонуклеотидные полиморфизмы. Мелкие изменения в генах, которые приводят к, соответственно, к изменению либо транскрипции, либо к изменению самого белка. Так называемые снипы. Вот парадигмой современной фармагенетики являются вот эти самые снипы, как писал тоже, к сожалению, ушедший от нас уже, наверное, год, академик Николай Павлович Бачков. Я говорил, что эти полиморфизмы могут быть в виде, чаще всего это замены, реже это вставки и делеции. Ну, как это выглядит, я думаю, что объяснять не надо. Эту аудиторию вы наверняка знаете. Вот эта ситуация, когда говорят о диком генотипе, если в одной из пары аллели произошла заметно от одного нуклеотид на другой, так это называется гетерозиготы, это уже гомозиготы. А теперь давайте посмотрим от нуклеотидной полиморфизмы. В каких генах могут изменить фармакологический ответ? Ну, прежде всего, в генах, которые кодируют продукты, которые участвуют либо в фармакокинетике, то есть движении лекарственного препарата в организме человека, либо фармакодинамики, то есть механизм действия, виды действия и локализация действия. Что касается фармакокинетики. Ну, фармакокинетика чем отличается от фармакодинамики? Фармакокинетика – это то, что организм делает с лекарством, как он его всасывает, как он его распределяет, как он его выводит, как он его метаболизирует. А фармакодинамика – что лекарство делает с организмом? Это механизм действия, локализация действия и виды действия. Что касается фармакинетики, полиморфизм в каких генах могут изменить фармакокинетику? Ну, прежде всего в генах, продукты которых участвуют в биотрансформации, то есть в метаболизме. Но вся фармакокинетика препаратов, по сути дела, если так вдуматься, философски подойти к этому, это борьба. Борьба организма с чужеродным соединением. И наш организм все делает для того, чтобы быстрее это соединение обезвредить и вывестись. И в процессе эволюции эти ферменты именно были образованы для борьбы с ксенобиотиками. Это первая фаза биотрансформации, которая катализируется изоферментами цитохрома P450, самые важные здесь представлены. И вторая фаза биотрансформации – это фаза конюгации, то есть когда уже на взломанную молекулу подсаживается эндогенное соединение и образуется из липофильной молекулы, которая легко проникает в органы ткани, гидрофильная молекула, которая отфильтровывается в почках и выводится. А фармогенетика начиналась вот с полиморфизма энцитилтрансферазы. Правда, тогда не знали, что это полиморфизм этого фермента. В 60-е годы, опять же, тогда эти феномены описывали Матульский и Вогель. В 60-е годы происходит переворот в области терапии туберкулеза. Появляется препарат изониазид. Препарат, который переворачивает представление о лечении туберкулезной инфекции, а тогда это было очень актуально. И почти во многих случаях переводит туберкулезную инфекцию из разряда хирургических болезней в терапевтическую болезнь. Когда можно с помощью химиотерапии, антитуберкулезной химиотерапии в данном случае, действительно помочь пациенту и вылечить его от этого грозного заболевания. Это 60-е годы. Но тогда, когда начали лечить изониазидом, больным туберкулезом, и начали активно изучать этот препарат, оказалось, что концентрация изониазида в моче у многих пациентов очень сильно различается. У некоторых она очень высокая, у некоторых она очень низкая. Тогда стали предполагать, от чего это. И предположили, что это, скорее всего, связано с тем, что фермент ацетилотрансфераза, который занимается ацетилированием изониазиды, работает по-разному. И тогда всех людей разделили на медленные ацетиляторы и быстрые ацетиляторы. Потом стало ясно, что эти медленные ацетиляторы являются носителями определенных полиморфизмов, их много, гена N-ацетилотрансфераза-2, который как раз и кодирует этот фермент, метаболизирующий изониазид. И у нас с вами примерно здесь половина медленных ацетиляторов сидит, а половина быстрых ацетиляторов. Этот феномен так подробно изучали, что стало ясно, что вообще эта особенность наследуется сцепленность некоторыми феносипическими особенностями. Например, если у вас светлая кожа, если у вас белые волосы, тем более голубые глаза, то, скорее всего, вы медленный ацетилятор. Если у вас все наоборот, у вас темная кожа, у вас темные волосы и черные глаза, то, скорее всего, быстрый ацетилятор. Причем тоже из закономерности выявилось, что частота медленного ацетилирования убывает с севера на юг. Если в Швеции медленных ацетиляторов 60%, то в Египте их 10%. Ну, такая тоже закономерность обнаружилась. Потом обнаружили, что полиморфизмы и других ферментов биотрансформации, в частности, изоферментов цитохрома P450, могут обуславливать индивидуальные особенности фармакокинетики многих препаратов. Сейчас очень модно изучать полиморфизмы генов не только ферментов биотрансформации, но и транспортеров, то есть тех соединений, тех белков, которые участвуют в процессах распределения, в процессах всасывания и в процессах выведения лекарственного средства. В частности, наиболее хорошо изучают сейчас полиморфизм гена МДР1. Это ген, который кодирует P-гликопротеин. Белок, который находится во многих органах и тканях, который занимается тем, что он предотвращает всасывание многих соединений, в том числе лекарств, и способствует быстрому их выведению. Но сейчас изучается еще и полиморфизм генов молекул мишеней. Но это какие молекулы мишеней? Рецепторы, ферменты, ионные каналы и так далее. Все же, на что действует препарат. Соответственно, рецепторы – это самая частая молекула мишеней для лекарств. Но вспоминаем, П- это адренорецепторы, например. Ферменты – это АПФ, гипертензий, прощающий фермент, например. Соответственно, полиморфизм в этом гене может, наверное, изменить ответ на препарат из группы ингибиторов АПФ, который применяется часто при артериальной гипертензии. Таким образом, мы видим целую большую достаточно линейку генов, полиморфизм в которых могут действительно повлиять на индивидуальный фармакологический ответ. Значит, выявление которых может спрогнозировать этот фармакологический ответ и может способствовать персонализированному подходу к лечению. Но лекарств действительно очень много. Ну, вот я сказал, в России зарегистрировано 17 тысяч препаратов, а вот в Британском музее есть зал, посвященный фармации. И вот там есть стенд, ну, такой стенд, о котором выложены по одной таблетке из всех известных в Великобритании лекарственных средств. Просто по одной таблетке. Вот это было, это в Великобритании 14 тысяч таблеток, вот они все укладываются в этот стенд. Лекарств очень много. И на 2011 год более 1200 лекарственных средств уже имеют генетическую информацию. По международным, правда, не патентовым названиям, не по торговым. Это что значит? Это значит, проведены какие-то исследования, которые показали, что полиморфизм того или иного гена могут влиять или не влиять на фармакологический ответ. Вот на 2006 году эксперт ФД Феликс Фруш дает такую таблицу, такую диаграмму. Это количество препаратов, точнее процент препаратов, для которых известна генетическая информация. Вообще из известных всех лекарств. То есть, на 2005 год 37% препаратов, которые вы видите в аптеке в настоящее время, имеют генетическую информацию. В плане того, что тот или иной полиморфизм гена может влиять на фармакологический ответ. Фармакогенетика так развивается, что уже, наверное, нет ни одной группы препаратов, ни одной области, где бы не было фармакогенетических исследований. Мне попалась даже статья в хорошем иностранном журнале, в котором изучается взаимосвязь полиморфизма одного из генов системы цитохрома P450 с эффективностью аюрведческого препарата для традиционной индийской медицины. Представляете, даже здесь, оказывается, наши коллеги индийские ищут взаимосвязь между полиморфизмом генов и эффективностью аюрведы. Я не могу оценивать это исследование, но оно мне показалось очень интересным. И демонстрирует интерес, который возникает у научной общественности, в том числе занимающейся нетрадиционными или традиционными, кто как их называет, методами фитотерапии, китайской медицины, индийской медицины. И они пытаются связать эффекты их препаратов с полиморфизмом генов. Очень интересный, кстати, раздел в этой статье «Материал методы». Как делалось вот это вот, извините, название препарата здесь нет. Название препарата очень сложное. Там буквально оно где-то на строчку. Там было написано, что состав не был раскрыт, но четыре независимых экспертов по ЮРВИДе сделали один и тот же состав этого препарата. То есть, вот такая стандартизация была приведена в этом исследовании. Огромное количество фармакогеномных исследований аккумулируется на самом крупном фармакогеномном портале американском, который называется FarmGKB. Это самый крупный портал, на котором действительно собираются все фармагенетические тесты. И он удобен еще тем, что если вы дозайдете, допустим, вы хотите посмотреть, что известно, допустим, по любому препарату, по препарату, я не знаю, каптоприл, какие гены, полиморфизм и какие гены могут повлиять на его фармакологический ответ. Вы забиваете сюда каптоприл в разделе дракс, и вам высвечивается лист тех генов-кандидатов, для которых были проведены работы с соответствующими ссылками. Когда вы нажмете, вас отсылают на медлайн, на ссылки на работы, в которых это изучалось. То есть, гены, полиморфизмы, точнее, для каждого препарата вы можете сами посмотреть. И иногда остается впечатление, не только по фармакогеномике, а вообще по геномике, когда изучаешь огромное количество этих исследований, в которых изучалась ассоциация того или иного полиморфизма гена с тем или иным фармакологическим ответом, вот что это все работает, как вот этот эскаватор. Мы все больше и больше достаем и узнаем, и все больше и больше в это погружаемся, и как все это связано с нашими пациентами, и как все это вообще применить на практике. Ну, давайте разбираться. Вообще, принцип фармакогенетики, как технологии персонализированной медицины, он прост для безобразия. Заключается он в том, что если по стандарту или по инструкции, например, пациенту по определенным показаниям, пациентам по определенным показаниям мы назначаем стандартную дозу препарата по одной таблеточке два раза в день, то действительно, когда мы назначаем вот такую усредненную дозу, где-то у 80% пациентов мы достигаем терапевтических значений концентрации в их организме. Терапевтические диапазоны – это вот тот диапазон, в рамках которого в радиопазонной концентрации работает препарат и не вызывает побочных реакций. А вот участие пациентов, казалось бы, по тем же показаниям, те же две таблеточки вызывают почему-то высокую концентрацию развития побочных реакций. А участие пациентов, по тому же показанию, те же две таблеточки вызывают почему-то низкие концентрации. Соответственно, отсутствие эффекта. Ну, здесь я условно привел 80-20, да, правила парета – в 8 стандартных ситуациях и 20 нестандартных. Но, тем не менее, чаще всего так оно и происходит. Но 20 пациентов-то почему должны страдать из-за этого стандартизированного подхода метапропа ошибок? Фармакогенетика позволяет, в общем-то, по-другому подойти к этим пациентам. И с помощью генетического тестирования фармагенетической выявить тем пациентам, которым действительно нужно две таблеточки, большинство пациентов, ну и выявить тех пациентов, которым нужно вовсе не две, а одна таблеточка. И эта концентрация будет в пределах диапазона. А кому и максимальную дозу, но регламентированную инструкцию к медицинскому применению? Четыре таблетки. И эти четыре таблетки, по тому же показанию, вызовут также концентрацию в терапевтическом диапазоне. И все будут довольны и счастливы. Будут хорошо лечиться, эффективно, и у них не будет наблюдаться неблагоприятных побочных реакций. Например, как это работает на практике? Нашими друзьями-психиатрами был создан алгоритм персонализированного выбора антидепрессантов в зависимости от генотипа наших пациентов. Но здесь имеется в виду генотип от цитохрома 2D6. Цитохром 2D6 – это главный цитохром метаболизма в печени антидепрессантом. Он очень полиморфный. И есть полиморфизмы, которые обуславливают, так скажем, медленный метаболизм, вот по метаболайзерс, медленный метаболизм этих препаратов, промежуточный метаболизм. Как правило, это гетерозиготы, а это гомозиготы по медленным аллельным вариантам. Распространенные метаболизаторы, как правило, носители дикого генотипа. И ультрабыстрые метаболизаторы, как правило, люди, носящие копии функциональных аллелей. Грубо говоря, у вас не один ген 2D6, а у вас два гена, три гена. Так тоже бывает. Шесть генов. Так тоже бывает. И тогда у вас фермента в шесть раз больше, а значит, вам стандартная доза антидепрессантов все равно, что мертвая припарка, потому что цитохром быстро разрушит препарат и будет концентрация очень низкая. Так вот, зная генотипы этих пациентов, можно лечить не стандартизированно, а персонализированно. Очень просто. Раз это медленный метаболизатор, допустим, у пациента мы выявляем определенный генотип, значит, мы прогнозируем плохую переносимость трициклических антидепрессантов. Ему нужно либо трициклические антидепрессанты в дозе 50% от средней, либо вообще другие антидепрессанты, которые метаболизируются другим цитохромом. А если наш пациент быстрый метаболизатор, тогда мы опять же рекомендуем либо максимальные допустимые по инструкции дозы трициклических антидепрессантов, либо другие препараты, которые метаболизируются другим изоферментом цитохрома P450. В общем, вот эта незатейливая схема, это не что иное, что персонализированная фармакотерапия. Вот как это работает. Конечно, особо, так скажем, оптимисты в области геномных исследований говорят о том, что, скорее всего, в будущем вся эта информация о том, какие у человека генетические детерминанты к тому или иному заболеванию или ответы на то или иное лекарство будут записаны в виде так называемого генетического паспорта. Но этот термин часто применяется и сейчас применяется, и часто применяется, так скажем, в коммерческих целях. Ну вот один из профессоров Тель-Ливийского университета, читая лекции, показал вот такой слайд, когда будет такая вот банковская карта, на которой будет записана вся информация о том, к чему предположен пациент, на какие лекарства у него чувствительность имеется. И такой пациент, приходя к врачу, будет давать эту карту, и врач будет считывать, как в супермаркете, и у него на экране уже будет информация, чем заболеет пациент, чем не заболеет, к той или иной вероятностью, на какие лекарства ответит или не ответит. Конечно, это очень далекое будущее, и вообще многие даже сомневаются в том, что это будет. Правда, японцы говорят, что это ерунда, это карты, мы сейчас вообще сделаем такой чип, жмем его в предплечье, и вообще человеку ничего таскать даже собой не надо. Приходит человек к врачу, подставляет свое предплечье, то есть считывает, и тоже все понятно. Даже был у них такой проект, не знаю, чем он закончился, вплоть даже до ургентных ситуаций, когда эти технологии хотели применять для реанимации. В плане чувствительности к каким-то препаратам, не совсем понимаю, каким, но такой проект существовал. Фармакогенетический тест, все же, тот, который определяет действительно эффективность и безопасность того или нового препарата в той или иной дозе. Что это такое? Это выявление этих самых генетических особенностей пациента, то есть этих самых ненуклеотидных полиморфизмов. Я не буду вдаваться в вас, тем более я не специалист, в технологические особенности, потому что реакция ПЦР, которая лежит в основе этих генетических тестов, она сейчас существует в самых разных вариантах, я думаю, что специалисты здесь уже рассказывали об этих вариантах, там, реалтайм и так далее. Факт остается фактом, что для того, чтобы провести генетический, фармакогенетический анализ от пациента нужно биологический материал. Ну, чаще всего используется кровь, а еще более чаще плохо видно букальный соскоб букального эпителия, который каждый может сам сделать, или даже в Америке выпускать специальный набор, где нужно плюнуть в эту лунку, запаковать и отправить, например, в силиконовую водолину в 23 НМИ, для того, чтобы из этой слюны или из-за букального эпителия выделили ДНК и провели соответствующее исследование. Наши генетики могут ДНК откуда угодно выделять, выделять многие из волос, из зубных щеток, это используется в основном в определении отцовства, когда женщину потенциальных отцов воруют всякие предметы личной гигиены, из которых выделяют ДНК и пытаются что-то доказать. Но ДНК выделить можно много из чего, но вот используется для наших тестов это букальный эпителий, кровь и слюну. И может быть, в будущем за место рецепта мы будем определять наш генотип, и уже специалисты по клинической фармакологии и фармации будут выбирать соответствующие препараты. Но что же в настоящее время, несмотря на такие большие достижения? Реально вот эта ситуация или нет? Ну, пока, конечно, нереально. И занятие фармакогенетикой в течение достаточно уже большого времени у нас, нашим коллективам, привело к тому, что мы поняли, что фармакогенетическое тестирование нужно, на самом деле, не всем в настоящее время. А кому? В каких ситуациях? Ну, первое. Ситуация, когда у нас больные, мы больным назначаем лекарства сложные, эффективные, конечно, но сложные без альтернативы. Сложные в каком смысле? Сложные по безопасности. То есть, лекарства очень эффективно, не имеют альтернатив, но вызывают массу побочных реакций, в том числе опасных для жизни. Тем более, если это лекарство нужно применять пожизненно. Например, те же иммуносупрессоры, больных с пересаженными органами. Или антикогулянт варфарин. Или противопухолевые препараты. Очень эффективные препараты, но очень сложные действительно. А для всех ли пациентов это нужно делать? Ну, тоже пришло понимание, не только у нас, я покажу на примерах, что в фармакогенетике прежде всего нуждаются пациенты, у которых уже имеется фактор риска развития неблагоприятных побочных реакций. То есть, мало того, что препарат сложный по безопасности, еще и пациент сложный. В том плане, что у него, допустим, если это антикогулянты, есть риск кровотечения, было кровотечение в анамнезе. Есть нарушение функции печени или почек. И он уже получает большое количество лекарственных средств. Вот прежде всего для этих препаратов и для этих пациентов фармакогенетическое тестирование действительно необходимо и оно полезно. Для того, чтобы тест внедрился в клиническую практику, на этом рисунке как раз и показано, что для большинства пациентов в настоящее время фармакогенетическое тестирование для 80% и, наверное, не нужно. А вот эти уязвимые, те, которые как-то не так могут ответить на лекарства, вот эти 20%, правило Парета, коллеги, помните, что это такое? Вот эти 20% какие-то не такие. Вот для них и нужно прежде всего фармакогенетическое тестирование. Вот схематично показано для всех доказательных медицины, основанных на мультцентрах хронотомизированных исследований, но вот здесь плюс фармакогенетическое тестирование, интерпретированный фармакогенетический тест, который позволит назначить препарат, доказанный по эффективности в исследовании, но какой-то другой или какой-то другой дозе и так далее. Тогда лечение будет максимально эффективным. А для того, чтобы тест фармакогенетический, по основе которого лежит определение определенного полиморфизма, Гена внедрился в практику Нужно несколько условий Я к тому, что не любая ассоциация Которую вы прочитали в литературе Например, ассоциация DD полиморфизма Гена АПФ С эффективностью Виагры Не обязательно тут же всем больным С ректильной дисфункцией Перед значением Виагры мы будем изучать этот тест Для того, чтобы он внедрился в практику Нужно несколько условий Первое, наличие однозначной ассоциации Между полиморфизмом того или иного гена И развитием неблагоприятной Побочной реакции или резистентности Это понятно Иногда бывает так, читаешь литературу В одном исследовании данный генотип Ассоциирован с побочной реакцией В другом исследовании данный генотип не ассоциирован С побочной реакцией А в третьем исследовании вообще все наоборот Другой генотип ассоциирован Так тоже бывает, особенно если исследование Проводилось на разных этнических группах На монголоидах, негроидах Или европеоидах Тот полиморфизм, который выявляет фармагенетический тест должен все-таки часто встречаться с популяцией, а не быть казуистикой. Самый уязвимый момент. На основе генотипа все-таки должна быть разработана тактика. Тактика персонализации. Вот генотип. Что с этим генотипом делать? Какое лекарство выбирать? В какой дозе? К сожалению, это слабое место фармагенетических тестов. Для большинства врачей генотип пациента, к сожалению, является абракадаброй. Несмотря на то, что некоторые тесты генетические, фармагенетические уже есть в прайс-листах коммерческих лабораторий. Потому что нет четкого алгоритма интерпретации этого тестирования. Мало наличия алгоритма. Все-таки этот алгоритм должен быть валидизирован. То есть он должен быть проверен. То есть данный подход должен быть сопоставлен с рутинным подходом мета пропоошибок. Действительно ли персонализация лечения на основе фармагенетики она лучше по параметрам эффективность и безопасность, чем просто рутинное назначение данного препарата. В том числе с позиции экономической рентабельности. Правда, эта позиция может быть пересмотрена с учетом снижения стоимости на генетическое тестирование. Но тем не менее. Ну, фармагенетический тест должен быть доступен для врачей и пациентов. И тогда, когда вот это все выполняется, может быть, фармагенетический тест появляется в стандартах лечения, на которые сейчас обращают большое внимание. Или в руководствах, гайдах профессиональных организаций, Американской ассоциации сердца, или Европейское общество кардиологов. И тогда, может быть, страховые компании будут оплачивать это самое фармагенетическое тестирование для персонализации лечения. Забегая вперед, могу сказать, что этого пока нет. Хотя фармагенетическое тестирование уже появляется кое-где в некоторых рекомендациях и гайдах, пока даже в Америке страховщики не спешат оплачивать фармагенетическое тестирование для персонализации фармакотерапии препаратами. Препаратами, в частности, антикоагулянты. И вот путь, который проходит фармакогенетический тест с момента его разработки, изучения, до появления в инструкции, которая утверждена регуляторными органами FDA, он очень долгий, очень мучительный, особенно фаза клинической валидации. И если посмотрите вы на этот путь внимательно, на что это похоже? Точно. То есть, это путь разработки лекарственного препарата. Он, конечно, будет покороче. Это касается не только, кстати, фармакогенетики, фармагенетических биомаркеров, но и других биомаркеров. Но, тем не менее, он есть, и от него никуда не деться. Я могу сказать, простите, если кого-то обижу, но молекулярщики, как мы их называем, молекулярные биологи, специалисты по молекулярной генетике, очень не любят вот этот слайд. Потому что им кажется, что вот мы получили ассоциацию между фенотипом и генотипом, и все. Внедряйте, пользуйтесь. А вот чтобы разработать алгоритм, да еще его проверить, вот это вот все не нужно. На самом деле, опыт показывает, что это все нужно. Иначе это будет спекуляция. Хочу сказать по опыту внедрения фармагенетических тестов в клиническую практику, а уже про это я сейчас начну говорить с конкретными примерами, что эти технологии персонализации, это отдельная тема, очень по-разному воспринимаются врачами практикующими. Очень по-разному. Ну, есть врачи, и нам они хорошо известны, которые, в общем-то, не приемлют ничего нового, а тем более каких-то фармагенетических тестов, и они не знают, и не хотят знать, и так далее. Их достаточно много. Есть врачи, которые говорят, ой, как это интересно, как это интересно, мы сейчас будем использовать, и так далее. Но они тоже особо не читают, и они пользуются эмпирическими рекомендациями, то есть, основанными на опыте, и им и не важно, эти рекомендации валидизированные, не валидизированные. В общем-то, эти врачи, увлекающиеся, но достаточно поверхностные, они тоже, как правило, один-два раза попробуют, и уже это не используют. А вот есть врачи, очень дотошные, которым нужно действительно предъявить некие доказательства того, что фармагенетический подход действительно работает, повышает эффективность и безопасность терапии. И вот когда они доказательства эти получают и внимательно изучают эти исследования, которые тоже, кстати, должны быть проведены с учетом методологии доказательной медицины, они уже становятся адептами фармакогенетики, персонализируемой медицины. Вот они, а их немного, они начинают с своей рутинной клинической практики использовать данные технологии, потому что знают, как их использовать, кому их использовать, и как интерпретировать эти результаты. Ну, например, тоже существует такая мода, что ли, проводить генетическое тестирование или фармагенетическое тестирование здоровым. Ну, так, для интереса. Даже есть компании, которые предлагают генетипирование с помощью чипов по 5000 точек и так далее. Для чего это надо? Ну, вот, мои коллеги-генетики прогенетипировали меня по фармакогенетическим маркерам. И что, у меня оказался дикий генотип от 100-хрома-29, значит, у меня нет высокой чувствительности к варфарину. Правда, значит, к метаболизму, точнее, у меня не изменён метаболизм варфарина. Правда, у меня есть полиморфизм по полиморфному маркёру молекулы мишени варфарина, то есть, у меня рецепция может быть другая чувствительность. И, наконец, что, в общем, тоже не особо сейчас, не то, что ни холодно, ни горячо, что, оказывается, я гетерозигота по второму аллельному варианту подсохрома-2019. Значит, у меня колопедогрелл будет плохо работать. А зачем мне нужна эта информация сейчас? Я вроде ничего не принимаю, особо факторов риска у меня нет, те, которые привели бы к этим заболеваниям на данный момент. Эти препараты я тоже не принимаю. Зачем мне всё это? Поэтому интерпретация фармогенетических тестов у здоровых и у пациентов, она совершенно разная. И применять, скажем, вот эти тестирования у здоровых, наверное, было бы неправильно. Хотя вот эти точки включаются в так называемые генетические паспорта, которые стоят очень больших денег и используются людьми просто для интереса. Ну, хорошо, вы здоровый человек, вам дала лаборатория эти точки, а дальше что? Всё равно, когда это возникнет, не дай бог, показания для варфарина или колопедогрелла, вам нужно этот результат интерпретировать по-новому. В новых условиях, когда вы чем-то заболели и что-то принимаете. Поэтому эта информация совершенно бесполезная. И в генетических паспортах нахождение этих генотипов, ну, как бы бессмысленно, на мой взгляд. Это моя точка зрения. А рекомендации по интерпретации, вообще интерпретация генетических тестов, она очень разнообразна. Например, я процитирую русскоязычную книжку, вот как рекомендуют авторы интерпретировать, скажем, генотип пополиморфных маркёров гена 1А1 и генов глютатион-трансфераза. Вот они пишут, что если наши пациенты, лица являются носителями вот этих вот полиморфизмов, то можно рекомендовать повышенное потребление овощей и фруктов, растительных масел, холодной выженки, обильное питьё, очищенная вода, исключение из рационов всех видов копчёных продуктов, жареной пищи, особенно жареного красного мяса и гриля, животных синтетических жиров, ограничение потребности сахара, избегать курения, проведение профилактических курсов витаминотерапии, приём антиоксидантов и так далее. А если наш пациент не является, видимо, по мнению авторов, если наш пациент не является носителем этих полиморфизмов, значит, можно наоборот всё это делать, и нам ничего не будет. Можно пить, курить, есть что попало, не заниматься спортом. Поэтому вот эта интерпретация, на мой взгляд, нет. Хотя, к сожалению, в большинстве генетических, так называемых генетических паспортов, вы найдёте именно такие рекомендации. Недавно мне попалась ещё одна интересная интерпретация генетического теста. Я уже немножко ушёл от фармогенетики, но это как бы связано. Молодая женщина, женщина средних лет, пошла в одну из лабораторий, я намеренно закрыл название этой лаборатории, коммерческой, с целью изучить свой генетический риск развития гипертонии. В эту лабораторию говорит, о, вы попали туда, куда надо, мы сейчас вам сделаем генетический анализ, почему-то ей сделали вот эти три полиморфных маркера, почему-то эти три, почему не 33, а почему не другие, непонятно. Ну ладно, сделали, сделали. И далее по выявленному генотипу идёт интерпретация для этой женщины, интерпретация, чего же они нашли. Против одного генотипа они пишут, обнаружен аллель, предополагающий к артериальной гипертензии ИБС. Против второго результата они пишут, что полиморфит, предополагающий к АГ и ИБС, не обнаружен. И здесь тоже не обнаружен. Вот это что? Это что, интерпретация? Всё-таки есть риск или нет риска? Понять вообще невозможно. Коллеги, это делается за деньги? Человек деньги заплатил? И совсем немалые, кстати, несмотря на то, что сейчас, в общем-то, себестоимость одной точки, сделать полиморфизм, это там кто-то говорит 20 рублей, кто-то 40, но это совершенно, конечно, не 20 и 40, здесь гораздо больше было. И вот такой результат, ну вот это область спекуляций генетических и фармакогенетических исследований. Недавно мне коллега из Петербурга рассказала, вот к вопросу о том, что всё нужно делать цивилизованно, о том, что пациент сделал в коммерческой лаборатории полиморфизм гена цитохрома-29 для определения чувствительности к варфарину, был обнаружен генотип 1.3, это генотип, я чуть позже скажу, который ассоциирован действительно к высокой чувствительности к варфарину. И было написано так, варфарин противопоказан. Такая клиническая интерпретация. Значит, это даже не ужас, это, наверное, вообще элемент даже преступления, наверное, потому что препарат показан человеку, а доктор, который занимается интерпретацией, совершенно не так интерпретирует, как надо. Поэтому всё надо делать цивилизованно, в том числе и проводить генетические тесты тоже цивилизованно. Ну, теперь пройдёмся по примерам. У нас час остался, да? Вы устали? Нет ещё? Ну, тогда у меня там есть несколько примеров, я на самых ярких остановлюсь в примерах, а потом, может быть, вы откроете дискуссию, поспрашивайте меня. Примеры применения фармагенетического тестирования для персонализации терапии. Когда вообще говорят о фармагенетическом тестировании, самые частые примеры дают онкологические. Ну, так как я не онколог, я врач-клинический фармаколог и врач-терапевт, я дам те примеры персонализации, которые используются в практике интерниста, то есть в практике специалиста по терапии. Самый яркий и хрестоматийный пример, без которого, наверное, не обходится ни одна лекция по фармагенетике, на Западе у нас, это пример, связанный с применением антикоагулянта варфарина. Антикоагулянты – это препараты, которые применяются для разжижения крови, для снижения риска тромбозов у пациентов с высоким риском этих осложнений. И в настоящее время, в течение многих-многих лет, антикоагулянты типа варфарина были главенствующими по этому показанию. Сейчас появляются уже альтернативные препараты, которые не требуют коглогического контроля. Прямые ингибиторы второго фактора и десятого фактора, но о них мы не будем говорить, потому что для них пока нет еще фармагенетических маркеров. А вот про варфарин я расскажу. Варфарин – это очень эффективное лекарство для больных с высоким риском тромботических осложнений. Это больные с фибрилляцией предсердия. Фибрилляция предсердия – это самое распространенное нарушение ритма среди нашего населения. Ей страдают лица старше 60 лет до 20-30% случаев. И для того, чтобы не было ишемических инсультов у этих пациентов, применяют варфарин, который снижает риск ишемических инсультов почти на 60% этих пациентов. Варфарин вынуждены принимать пациента после протезирования клапанов сердца. Варфарин вынуждены принимать пациенты для профилактики тромбозов, пациенты с флеботромбозами, то есть с тромбозами глубоких вен голени. Огромное количество пациентов, для которых доказана эффективность этого препарата, мультицентровых, рандомизированных клинических исследований. Но препарат очень проблемный. Препарат действительно с узким терапевтическим диапазоном. Малейшие колебания концентрации, малейшие колебания дозы, и вы можете получить у больного вместо профилактического эффекта, которого, в общем-то, и не видно. Эффекты, которые видны. Вот они, эти эффекты. Массивные кровоизлияния в кожу, как правило, сопровождающиеся внутренним кровотечением. В этом случае было кровохарканье. В этом случае наблюдало желудочно-кишечное кровотечение. В общем-то, даже кровотечения такие, от которых можно погибнуть. Это желудочно-кишечное кровотечение и кровотечение в мозг. Полиморфизмы генов, которые могут обуславливать индивидуальный ответ на варфарин, они известны. Это полиморфизмы в гене цитохрома-29, который участвует в метаболизме в печени S-варфарина. Дело в том, что варфарин – это таблетка, которая является ароцематической смесью. Да, и RS-варфарин. Вот S-варфарин только работает активно, а R-варфарин почти не работает. Так вот, именно S-варфарин метаболизирует цитохром-29 в печени. А сам варфарин блокирует цикл витамина К, и поэтому блокирует синтез факторов свёртывания крови протрамбинного комплекса за счёт ингибирования фермента, который называется витамин К-эпоксид редуктаза. Это второй ген-кандидат, полиморфизм которого может обуславливать чувствительность к этому препарату. В настоящее время проведено огромное количество зарубежных и отечественных работ, которые говорят о том, что если пациент является носителями аллельных вариантов цитохрома-29, так называемых медленных аллельных вариантов, которые обуславливают замедление метаболизма варфарина, или если они являются носителями генотипа по определённому полиморфному маркёру гена молекулы мишени, тогда у этих пациентов, эти пациенты нуждаются в более низких дозах варфарина для антикоагулянтного эффекта и, соответственно, профилактического эффекта. Причём это доказано и в отечественных, и зарубежных работах многочисленных. И в наших отечественных работах показано, что в независимости от того, по каким показаниям варфарин означался, это были болезни с фибрилляцией предсердия, или протезированными клапанами, или болезни с леботромбозами, или больные дети с системой красной волчанки, или больные с антифосфолипидным синдромом, везде эта ассоциация была одна и та же. Вот эти генотипы ассоциировались с низкими дозами варфарина. Причём на этот счёт даже были проведены метаанализы. Метаанализ – это один из инструментов доказателя медицины, который объединяет все похожие исследования, статистически объединяет в одно исследование, и дальше обрабатывается всё это. И вот некие усреднённые результаты показывают. Грубо говоря, все квадратики, которые слева, это значит, что действительно полиморфизм гена цитохрома-29, носительство третьего аллельного варианта, действительно ассоциировано с низкими дозами варфарина. Во всех исследованиях это показано. И вот объединённый результат вот такой. В том числе и они взяли и наши исследования тоже в свою обработку. Это большой шведский метаанализ группы из Каролинского университета. Вот, казалось бы, ассоциация однозначная между полиморфизмом этого гена, цитохрома-29, и чувствительность к арофарину. Всё, давайте применять, давайте внедрять, давайте всем использовать. А вот эксперты в 2012 году, они опубликовали свои рекомендации, эксперты американского таракального общества в очень уважаемом журнале для кардиологов ЧЕСТ, в 2012 году опубликовали рекомендации по антитромботической терапии, основанной на доказательной медицине. И там в этих рекомендациях, к сожалению, содержится фраза, которая, в общем-то, опровергает наше, так скажем, желание внедрять всем, и говорит о том, что, в общем-то, для варфарина мы выступаем против рутинного применения фармогенетического тестирования для персонализации начальной дозы варфарина. Ну, на мой взгляд, как человек, который занимается фармогенетикой, здесь главные слова, вот эти, рутинного использования. А вот эта вот лазейка для нас всех, это значит, что... Кстати, в 2008 году там не было слова рутинного, вот этого слова не было, там просто было использование. Это значит, что есть пациенты, для которых все-таки, наверное, это необходимо. И, наверное, вспоминая ту схему, для кого это надо, это пациенты, прежде всего, с высоким риском развития, в данном случае, кровотечения на фоне применения варфарина. И таким образом, действительно, всем-то не надо, но можно выделить пациентов, которым действительно нужно проведение подобного вида персонализированной фармакотерапии на основе фармогенетического тестирования. Это пациенты с высоким риском кровотечения. Кстати, в наших отечественных рекомендациях, они уже не в виде проекта, а уже в виде рекомендаций, принятые в октябре. В октябре, да, проходил кардиологический конгресс, в октябре 2012 года, а в 2011 они видели в виде проекта. Это рекомендации Всероссийского научного общества кардиологов и Всероссийского научного общества атеротромбозов. Так вот, в этих рекомендациях написано, что все-таки фармагенетическое тестирование может быть показано пациентам с высоким риском кровотечения. Вопрос. А как же нашим несчастным врачам определять этих пациентов? Ты с высоким риском, а ты не с высоким риском. А для этого, слава богу, тоже есть валидизированные шкалы по оценке риска тех или иных событий. Вот есть шкала по оценке кровотечения. Она не упала с неба, как вы понимаете, она получилась в результате огромных фармакопедемиологических исследований и выделения факторов риска. И вот такая незатейливая шкала, когда вы пациента анализируете, смотрите, есть ли они в артериальной гипертензии, если есть, то один балл. Есть ли нарушение функции печени или почек, если есть, то один или даже два балла, если то и другое. Инсульт был – один балл. Кровотечение в анализе было – один балл. И так далее. И, соответственно, все, что набирается выше пяти баллов, даже четырех баллов, это высокий риск кровотечений. Вот они, пациенты. А таких пациентов немало, которым действительно полезно и нужно проводить фармагенетическое тестирование. Ну, хорошо, провели фармагенетическое тестирование, получили, что наш пациент является носителем генотипа цитохрома 29, 1 звездочка 3, а по вкорку АА. Что это для врача значит? Ничего. Как интерпретировать это? Для этого, в данном случае для Варфарина, опять же, на основе огромных исследований была разработана математическая модель подсчета персонализированной дозы Варфарина для данного пациента с учетом генотипов пациента и с учетом других факторов, о которых я говорил уже, которые влияют на фармакологический ответ. Это формула подсчета начальной дозы Варфарина. Посмотрите, это экспоненциальная формула. Е в степени, дальше там переменные. Ну, какой врач вот это сделает? Лично я это не смогу сделать. У меня не было высшей математики. Зная это, авторы этой формулы делают в свободном доступе онлайн-калькулятор. И каждый из вас, зайдя на сайт, вот этот вот, Варфарин-дозинг.орг оказывается в этом калькуляторе, и вы можете вбить характеристики вашего пациента возраст, пол, этническую принадлежность, расу, сколько весит, какой рост, даже в сантиметрах можно, почитает площадь поверхности тела, соответственно, курит, не курит, есть заболевания печени или нет, по каким показаниям назначается нужно, если нажимаете на этот треугольничек, вываливаются показания, вы просто выбираете. Дальше начальное МНО. МНО – это каугологический показатель, который делается всегда на фоне лечения Варфарином, и обязательно перед назначением. Генотипы вводите, которые вам дают лаборатория, опять же, нажимаете на треугольничек, там вываливается генотип, вы просто выбираете тот генотип, который дает лаборатория. Что принимает наш пациент? Нажимаете на красную кнопочку, и модель высчитывает вам наиболее вероятную, дозу, на которую выйдет ваш пациент. Но такой персонализированный подход к выбору начальной дозы не заменяет контроля каугологического показателя и коррекции дозы. Но, исследование показывает, позволяет убыстрее, то есть снизить сроки подбора дозы этого препарата. Что, в общем-то, немало. Дошли даже до того, что существует гаджет для мобильных устройств, вот этот подобный калькулятор. Он разработан нашими коллегами из Иллинойского университета. И каждый из вас на iPad, iPhone может себе скачать эту программу, где, в общем-то, у постели больного, зная генотипы и другие характеристики, вы можете, соответственно, каждому больному посчитать, ну, в Америке используют недельные дозы, недельную дозу варфарина. Имеется в виду, потом делить на 7, либо там есть схема, когда там дается полуторная доза почетным и одинарная доза по нечетным. Такое тоже бывает. Поэтому там назначают недельные дозы, высчитывается недельная доза. Вот даже это все можно сделать в постели пациента с помощью вот этих мобильных устройств. Все очень упрощено до невозможности. Существуют попытки сделать и русскоязычный подобный калькулятор. Он существует сейчас в виде программы, модуля программы для клинических фармакологов. Программа называется FarmSuit. Она по дизайну может быть незатейливая и такая кандовая, может показаться, но она существует, создана нашими коллегами, клиническими фармакологами из города Челябинск. И, в общем-то, это повторение варфариндозинга только на русском языке, потому что наши врачи не все читают английский, тем более не все пользуются интернетом. Такая программа позволяет им воспользоваться этой технологией. Программа свободная для скачивания, только там нужно зарегистрироваться. И там не только есть модуль по фармакогенетике, там есть модуль по межлекарственному взаимодействию, по фармакоэкономике, но она сделана врачом-клиническим фармакологом. Это не профессиональный программист. Он просто в хобби делает вот эту программу. Ну, делает и делает. Но, тем не менее, пока другого у нас ничего нет. А вот в инструкции к медицинскому применению американской уже включена рекомендация по выбору диапазона до сфорфарина в зависимости от генотипа пациента. Вот это не затейливая таблица. Обратите внимание, эта таблица не в статье за 30 евро, не в какой-то гроссбуке. Она содержится в инструкции к медицинскому применению, которая вкладывается в коробочку каждого препарата. То есть, это прямая рекомендация для врача, как на основании генотипа, сочетания генотипов по цитохрома-29 и в коробку, выбирать дозу варфарина. Что же дает вот такая персонализация применения данного препарата в клинике? Есть ли доказательства, действительно, что эта технология работает? Доказательств, к сожалению, не очень много, но они и есть. Но самое впечатляющее доказательство это исследование, которое было проведено коллегами из клиники МИЁ. Ну, вы знаете, госпитал МИЁ, один из самых уважаемых лечебно-профилактических учреждений США и научных центров тоже. И вот там в течение уже нескольких лет, по-моему, пяти или шести лет, всем больным, которые получают варфарин перед назначением, их генотипируют, им рассчитывают персональную эту дозу, и, соответственно, нестандартно за персональ дают эту дозу и далее подбирают дозу уже по МНО и так далее. И они решили посмотреть, как же отличается такой показатель, как повторная госпитализация больных на варфарине в случае, если им использовалось или не использовалось данное тестирование. Исследование с историческим контролем. То есть, грубо говоря, они сравнили то, что есть, с тем, что было. Но, забегая вперед, могу сказать, что с точки зрения доказательной медицины подобные исследования находятся на одном из самых низких уровней доказательности. Но для врачей эти исследования всегда производят колоссальное впечатление. Посмотрите, пожалуйста, в течение 180 дней наблюдение, если так проанализировать, на 33% сам факт проведения фармогенетического тестирования и персонализации лечения снижает риск повторной госпитализации. То есть, на треть. А если взять от всех причин, даже по причине того, что кирпич на голову упал, а если только выделить госпитализацию по поводу кровотечения и тромбозов, то фармогенетическое тестирование для персонализации дозирования варфарина снижает повторные госпитализации на 42%. Ну, впечатляет, да? В настоящее время завершено российское проспективное исследование по сравнению двух тактик ведения пациентов на варфарине с помощью фармогенетики, персонализированной медицины и рутинный метод. Предварительные результаты оглашены на последнем конгрессе кардиологов. Исследование, по-моему, включало более 200 пациентов с разных регионов России. Это был Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, по-моему, участвовал в этом исследовании. Не, Смоленск не участвовал, а Новосибирск много дал пациентов. Так вот, окончательные результаты пока не опубликованы. Но известно, что действительно фармогенетический подход позволил ускорить подбор дозы варфарина. Пока они не сообщили, сказалось ли это на частоте кровотечений, но будем ожидать публикации результатов. Другой пример, опять же, в практике интерниста персонализации фармакотерапии, это применение антиагрегантов. Антиагреганты, препараты, которые тоже рожают кровь, но применяются по другим показаниям. Чаще всего применяются они у больных после стентирования коронарных сосудов. То есть, после манипуляции, когда в коронарный сосуд по причине атеросклероза вставляют стенд, для того, чтобы коронарный сосуд был проходим для крови. Этих пациентов все больше и больше становится, вы знаете. Так вот, эти пациенты с стентированием коронарных сосудов, для того, чтобы у них не было повторных инфарктов, и тем более не было тромбозов этих самых стендов, должны получать как минимум в течение года два антиагреганта, два рожащих препарата. Это аспирин и это клопидогрел. Почему? Потому что, опять же, в многочисленных исследованиях доказано, что только такая двойная антиагрегантная терапия значительно снижает риск тромбозов, стендов и риск повторных событий среди сосудистых инфарктов и смерти. Но этот самый клопидогрел или плавикс, торговое название его оригинального препарата, он препарат очень необычный. В чем его необычность? А дело в том, что это вообще про лекарства. Когда наш пациент глотает клопидогрел, он попадает, всасывается с кишечных, попадает в печень, и он-то вообще неактивный сам по себе. И в печени из него образуется активный метаболит под действием цитохрома-2019. Соответственно, если предположить, что наш пациент является носителем какого-то полиморфизма цитохрома-2019, который ассоциирован с низкой активностью этого цитохрома. То есть, грубо говоря, носитель такого снипа, при котором активность цитохрома-2019 снижается. Что с активным метаболитом будет клопидогрел? Как вы думаете? Его будет мало. А значит, именно у этих пациентов можем прогнозировать резистентность к лечению. Правильно? Соответственно, если наш пациент носитель второго аллельного варианта, в европейских популяциях именно этот аллельный вариант медленный, который пославливает низкую скорость биотрансформации клопидогрела, встречается, в монголоидных этнических группах чаще встречается третий аллельный вариант, у нас он почти не встречается, меньше 1%, а второй аллельный вариант, который обуславливает резистентность к клопидогрелу, может встречаться от 11 до 25% случаев. Представляете, значит, четверть пациентов, вы даете клопидогрел с аспирином и думаете, что вы что-то профилактизируете, а на самом деле вы не снижаете никакого риска, препарат не работает. Тромбоз стентов. Вот основная конечная точка, которая ассоциирована с полиморфизмом гена цитохрома 2019 на фоне применения клопидогрела. Здесь представлен коронарный сосуд, это результат так называемой когерентной оптической томографии. Видите, коронарный сосуд стентированный, а вот это, что загораживает, это не что иное, как тромбоз, тромб в стенде. Вот этот тромб образовался, казалось бы, человек принимает аспирин, человек принимает клопидогрел, тромбоциты вообще не должны агрегироваться, а тромб образуется. Большая часть пациентов с такими вот тромбозами стентов, пациенты, которые имеют генетическую резистентность клопидогрела. Это значит, что если до еще применения клопидогрела знать бы об этой генетической особенности, значит, нужно было бы как-то поменять тактику и персонализированно подойти к данному пациенту. И вот информация о том, что полиморфизм цитохрома 2019 может изменить, эффективность клопидогрела уже внесена в инструкцию к медицинскому применению препаратов. Препараты клопидогрела плавикса. Ну, хорошо, об этом известно. А как относится наше экспертное сообщество к тому, чтобы применять пациентам после стентирования коронарных сосудов, генетипирования под цитохрома 2019 для прогнозирования резистентности клопидогрелу и персонализации тактики ведения пациентов. Я вам приведу мнение экспертов. Это эксперты европейского кардиологического общества, которые формулируют свои рекомендации 2011 года поведение пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СТ. Это рекомендации американского общества сердца, рекомендации по ревосклеризации 2011 года, рекомендации Европейского научного фонда по практическому применению фармогенетических тестов, и это американские рекомендации консорциума по имплементации, то есть внедрению фармогеномики в применическую практику. Что пишут наши коллеги? Наши коллеги опять говорят с варфарином то же самое, что с варфарином ту же фразу, что рутинно в принципе всем пациентам это не нужно. А кому нужно? Пациентам с высоким риском тромбозов стендов. И коллеги-кардиологи четко обозначают эту нишу. Кому действительно нужно персонализированно подходить, где действительно работает персонализированная медицина, и действительно целесообразно применим подобного тестирования. Не буду вам останавливаться на всяких частностях, могу лишь сказать, что вот эти пациенты, которые я обвожу, и для которых рекомендуется применять фармогенетическое тестирование от пациента с группой риска по развитию тромбозов стендов. А эти показатели сами по себе без генетикирования не являются рекомендацией изменения? Нет, не являются. Не являются. В том-то и дело, что не являются. Просто, то есть, да, то есть, это риск, да, риск, но это не является показанием для изменения тактики. Другое дело, что есть такое понятие, так скажем, клиническая резистентность. Вот, допустим, тромбоз стендов в анамнезе это уже клиническая резистентность к лечению. И каких-то, допустим, два года назад в общем-то никто не говорил о том, что нужно отказаться от клопидогрела. Говорили, надо большую дозу давать клопидогрела. Но еще под контролем агрегации тромбоцитов в этой ситуации. Но, тем не менее, это не было подтверждено в исследовании. А в исследовании в настоящее время подтверждено то, что вот пациентам с генотипом 2019-2 и тем более 2-2, то есть гомозиготы или гетерозиготы, у них настолько действительно имеется выраженная резистентность к лопидогрелу, то в данном случае необходимо использовать альтернативные препараты. В частности, тикагрилор. Тикагрилор это препарат относительно новый, был зарегистрирован в России год назад под названием брелинда. Компания Астрозенка его делает. который действительно работает вне зависимости от генотипа. Потому что генотип подсахрома 2019-19, потому что там метаболизм завязан на другом цитохроме, цитохроме 3А4. Возникает вопрос, а что это действительно мучиться, генотипировать, может быть, всех пациентов подряд, всем назначать тикагрилор. И будет все очень хорошо, и акулопидогрел можно выбросить куда-нибудь. Ну, с точки зрения практикующего, с точки зрения, может быть, слушателя, это логично, а с точки зрения врача, это абсолютно нелогично. Почему? Ну, компания Астрозенка, наверное, выступит за, конечно, подобные мероприятия. Но, тем не менее, здесь важны персонализированные подходы, на мой взгляд. Потому что, во-первых, тикагрилор дороже калопидогрелла. Оригинального, а уж тем более генерических калопидогрелла. Во-вторых, в антигрегамотерапии должна проводиться год. Нет гарантии, что пациент будет дорогой препарат применять. Тикагрилор, в частности. Что он его не поменяет на генерический калопидогрелл. А кто изучал, что замена в течение этого года тикагрилора на калопидогрелл не принесет вред пациенту? Таких исследований не было. Поэтому здесь нужно подходить очень взвешенно. Не говорить, что калопидогрелл плохой препарат. И не говорить, что тикагрилор плохой препарат. А здесь вступает в силу, опять же, персонализированная медицина. Кому-то подойдет старый проверенный калопидогрелл. То есть, генерический. И он будет работать вот этим пациентом. А вот есть пациенты, которым вот кровь из носа нужно дать тикагрилор. Потому что иначе профилактики никакой не будет. Но в этом и заключается персонализация лечения. В этом и заключается персонализированная медицина. Чтобы не всем все подряд, не всем одно и то же в максимальной дозе. А кому-то одно и кому-то другое. При максимально сохраняющемся эффекте и профиле безопасности. Хотя при наличии цитохрома-29 полиморфизма этого пациента, их до 25%, пытались применять другие тактики. Не только тактика назначения альтернативного препарата. Пытались применять более высокие дозы клопидогрила. Скажем, увеличение дозы до 150-300 мг имеется поддерживающая доза. Кардиологи знают, что 300 мг это стандартная нагрузочная доза. Тут в качестве поддерживающей. Это мероприятие скорее всего сопряжено еще и с повышением риска кровотечения. Кто-то предлагал в исследованиях заменять в такой ситуации заменять клопидогрил на теклопедин. Но теклопедин более опасный препарат, чем клопидогрил. Он может вызвать повышение риска агроноцитоза. Кто-то говорил о том, что нужно применяться целосалициловую кислоту в еще более малых дозах, плюс клопидогрил, плюс целостазол. Целостазол это препарат типа курантила диперидамола. Его у нас нет. То есть тройную антиагрегатную терапию у таких пациентов. Ну и недавно польская работа была обликована очаровательной, в которой было показано, что если носителем цитохрома 2019 аллель-2 добавить в терапию клопидогрил омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, то можно преодолеть резистанцию клопидогрил. Тоже такая работа обликована. В настоящее время все-таки большинство исследователей говорят о том, что в данном случае необходима альтернативная тактика введения исследования большое, рандомизированное, которое было посвящено сравнению двух тактик введения пациентов с острым коронарным синдромом, которым показано, которых стентировали, которым показана двойная антигрегонатная терапия. Исследование получило название ПАПИ-2. Так вот, в это исследование планируется включить в каждую группу по 3600 пациентов, исследование рандомизированное. В контрольной группе будет назначаться клопидогрил в стандартных дозах в группе основной ее будет генотипировать. В зависимости от генотипа назначает либо клопидогрил в стандартной дозе, либо еще один альтернативный препарат, который в Америке появился чуть раньше, чем тикагрилор, это прозугрил. И через год посмотрят конечные точки. Это сиречно-сосудистые события, сиречно-сосудистая смертность, соответственно, кровотечение и так далее. Значит, обещают авторы исследования опубликовать его через 2-3 года. Посмотрим, чем это закончится. Если это исследование покажет действительно преимущество фармогенетического подхода, то, наверное, будет рекомендован более широким, широкому кругу пациентов. Вот так проверяются технологии персонализированной медицины. Вот это не что иное, как валидизация этого самого алгоритма. Представляете, какие огромные деньги за это затрачиваются. Но, правда, спонсор этого исследования не фармацевтическая компания. Вряд ли выгодно какой-либо фармацевтической компании проводить подобного рода исследования. А спонсоры различные грантодаватели, так скажем. В частности, Институт сердца, легких и крови США. Исследования проводятся на всей территории Соединенных Штатов Америки, плюс включение нескольких буквально единичных европейских центров и центров азиатских. Про ротокролимос я вам ничего не буду рассказывать. Расскажу немножко про статины. Значит, статины препараты для первичной, главным образом вторичной профилактики встреч сосудистых осложнений. У больных с гиперлипидемией или даже у больных с нормальными липидами, но с высоким риском развития встреч сосудистых заболеваний эти препараты используются. Препараты эти, в общем-то, достаточно безопасны, но при применении в более высоких дозах они вызывают неблагоприятные побочные реакции, которые могут сказаться на приверженности лечения. Самая значимая неблагоприятная побочная реакция при применении статинов это миопатии. Она колеблется в разных исследованиях, разная цифра дается, до 30% пациентов на статинах в среднем испытывают миопатии самые разные. Это необязательно миопатии сопровождающей биохимическими изменениями крови, в частности повышением креотинифосфокиназа. Это возможно просто мышечные боли или мышечная слабость, но те ситуации, которые могут привести к тому, что больные откажутся при применении статинов. Статин препарат для профилактики в отличие от препаратов для лечения артериальной гипертензии их эффект не виден. Если пациент получает антигипертензийный препарат, он видит, что давление снижается, кризов нет. Замечательно. Антиангенальный препарат нет присутствия на карди, замечательно. Статины дорогие, он принимает, профилактизирует. Где эффект? Но только анализ мы лечим. Ну и все. Сам пациент же не чувствует пользы от этих препаратов. Это мы знаем, что польза есть. А тем более, а что он чувствует? А чувствует мышечную слабость. Ему тяжело ходить, подниматься по лестнице, в горку, ездить на велосипеде или плавать. И вот эта ситуация может вызвать отказ от применения этих высокоэффективных препаратов. Причем статин индуцированная миопатия, она иногда выглядит в виде такой дистрофии даже баллонной дистрофии поперечной полосатой мускулатуры. Пытаются статиновая миопатия выявлять не только методом опроса пациентов с помощью опросников или шкал, но и методы различной динамометрии. Правда, эти методы позволяют только оценивать в динамике этот вариант. Ну и кистевой динамометр это не лучшее средство, но в некоторых исследованиях применяется и он тоже. оказывается, статиновая миопатия может быть ассоциирована с полиморфизмом гена транспортера органических анионов. Этот транспортер локализован в гепатоците, обращен к кровеносному сосуду, и он занимается тем, что когда статин всасывается, попадает в воротную систему, попадает в кровь, этот транспортер, называется он 1B1, транспортер органических анионов 1B1, он как бы захватывает статины в гепатоцит. Понятно, что если есть полиморфизм этого гена, который котирует этот транспортер, и транспортер работает плохо, соответственно, он будет плохо захватывать статины, и концентрация статинов будет высокая в кровеносном русле, а значит, будет увеличиваться риск миопатии. Причем, этот полиморфный маркер этого самого гена транспортера органических анионов был найден не методом ген-кандидат, как, например, с варфарином, а методом ГВАЗ-анализа, полный геномный ассоциативный анализ, так называемый. Когда взяли 85 пациентов с статином миопатии, с помощью чип-технологии померили им, по-моему, здесь было сколько СНИПов, вот такое количество СНИПов, это несколько сот СНИПов, тысяч СНИПов, и нашли вот этот самый полиморфный маркер, который ассоциирован с миопатией, единственный, а все остальное не ассоциировано. И, соответственно, показали, что если наш пациент является носителем генотипа СС, по вот этому полиморфному маркеру у него почти в 10 раз выше риск развития миопатии, чем если бы он был гетерозиготой или гомозиготой по этому аллелию. А это значит, что мы можем персонализированно подойти к выбору максимальной дозы статина. В инструкции написано, аторвостатин максимальная доза 80 миллиграмм. Оказывается, зависимости от генотипа кому-то 80, а кому-то безопасно только 40, иначе будет миопатия, а кому-то 20. Вот она персонализированная медицина, персонализированная фармакотерапия, как работает. Пока этот тест включен только в единственной рекомендации Европейского научного фонда по фармакогеномике. И, скорее всего, это тестирование нужно проводить пациентам, у которых имеются факторы риска развития статиновой миопатии. Пропустил этот слайд. По недавно опубликованному в марте 2012 года большому эпидемиологическому исследованию уже сейчас известно, какие факторы риска развития статиновой миопатии. Причем эти факторы интересные разные у женщин и мужчин. У женщин это такие факторы, как наличие сахарного диабета первого-второго типа, это прием системных кортикостероидов, заболевания щитовидной железы, заболевания печени. У мужчин это только наличие сахарного диабета и наличие в анамнезе или им назначают доктора системных глюкокортикостероидов. То есть, при наличии этих факторов риска, у женщин вот этих факторов риска, у мужчин вот этих, скорее всего, В этих ситуациях и нужно применять генетическое тестирование для персонализации выбора максимальной дозы статина. Еще пару примеров, как работает персонализированная медицина. Но здесь пример связанный с носительством полиморфизма, так называемая лейденовская мутация, ее называют, в пятом факторе свертывания крови, который ассоциирован с высоким риском тромбозов. Назначение таким женщинам, у которых есть гетерозиготное, а тем более гомозиготное носительство по этой лейденовской мутации, назначение гормональных контрацептивов, приводит к увеличению риска опасных для жизни тромбоболе легочной артерии. А здесь вы видите сцинтиграммы легких у больной тромбоболе легочной артерии. Так вот, повышается риск развития этого осложнения при носительстве лейденовской мутации, даже гетерозиготное носительство. В десятки раз, а при гомозиготном носительстве сотни раз, если наша женщина принимает оральные контрацептивы. Значит, пытались эту методику внедрить в Германии, скрининговая методика для принятия решения о применении гормональной контрацепции. Но посчитали, что для рутинного использования это, опять же, неоправданно. Даже посчитали деньги, сколько стоит одна спасенная женская жизнь, так скажем. Но она оказалась, эта стоимость, достаточно высокой. Для принятия такого решения, рутинного скрининга. Поэтому говорят о том, что лейденовскую мутацию нужно определять только в некоторых ситуациях. Если у женщины уже были тромбозы в анамнезе, если есть семейный анамнез по тромбозам и так далее. Ну, тогда, если есть семейный анамнез по тромбозам, извините, а тем более тромбозы в анамнезе, то каких вообще гормональных контрацептивов может идти речь? Поэтому, опять же, ценность этого теста, пока вот данная ситуация для персонализации выбора гормональных контрацептивов, я говорю только о этой ситуации, ну, достаточно невелика. А вот есть примеры, но очень яркие. Ну, например, вы знаете, что гиперчувствительность замедленного типа вообще, в отличие от немедленного типа аллергии, замедленный тип больше характерен для лиц монголоидных этнических групп. В частности, здесь представлена очень опасная реакция, которая называется синдром Лаела или дерматонекролиз, эпидермальный некролиз на применение карбомозепина. Карбомозепин – это неврологический препарат, который используется нашими неврологами на лечении неврологии, переписи и так далее. Так вот, оказывается, что если монголоид является носителем вот этого полиморфизма, главного комплекса гистосовместимости, то практически в 100% случаев разобьется вот эта реакция. Либо синдром Симмонса-Джонсона, как более мягкий вариант синдрома Лаела, либо вот этот синдром Лаела, который характеризуется очень высокой летальностью. Поэтому в американская инструкция к медицинскому применению, 3 года назад, внесено изменение следующее. Лица, которые сами себя идентифицируют, как монголоиды. Тут американская политкорректность, то есть не доктор идентифицирует, кто есть кто, а сам пациент идентифицирует, кто он. Показано генотипирование по вот этому полиморфному маркеру и в случае его выявления запрет на применение карбомозепина. Причем подобное мероприятие снизило частоту синдромов Симмонса-Джонсона и эпидермальной некролизации США практически в разы. Это потрясает. То есть в данном случае настолько сильна ассоциация, что уже внедрили в инструкцию и уже это активно используют. FDA внесло изменения в инструкцию в плане необходимости генетического тестирования или хотя бы упоминание о том, что генетика может как-то влиять на фармакологический ответ, всего лишь чуть больше, чем для 50 препаратов. В основном для тех, которых удовлетворили тем условиям, о которых я говорил. Грубо говоря, это то, что валидизировано более-менее и хоть кем-то рекомендовано. Еще раз перечислю, непрямая антикоагулянта, клопидогрел, изонеазид, антидепрессанты, контрацептивы в некоторых странах, эта информация занесена генетическая, кодеин. Представляете, в инструкции медицинского применения кодеина, в американской написано, что необходимо генотипировать пациентов под цитохрома-2-ДШ для того, чтобы выбрать данный препарат. Для торвостатина это имеется до семейной гиперлепидемии и линейка, конечно же, противоопухолевых препаратов, для которых, в частности, для таргетной противоопухолевой терапии, для которых существуют маркеры, транскриптомные маркеры, в том числе, эффективности или неэффективности лекарств. Это и транскриптомные маркеры, это и соматические мутации в опухоли, которые обусловляют резистентность к этим очень дорогим, но очень эффективным, в определенной ситуации, таргетным препаратам. Также в мире уже изданы рекомендации по применению фармогенетических тестов в клинической практике. Но эта рекомендация показывала Европейского научного фонда 2011 года. Это даже создано консорциумом американский, который выпускает серию практических рекомендаций по применению фармогенетических тестов в персонализированной медицине в клинической практике. Иногда фармогенетические тесты оценивают специальные организации, вообще по оценке медицинской технологии. Такие организации известные, самые известные это Найс в Великобритании, но вот есть такая организация канадская, которая из специальных документов издала в 2010 году в виде драфта, в 2011 году уже в виде утвержденного документа, где, рассмотрев несколько фармогенетических тестов, рекомендует для внедрения только вот эти восемь, для внедрения в практику, на основании, опять же, исследований и так далее. Ну, опять же, опять же, опротивляя варфарин, карбамазепин, абокавир, то есть все то, что, в общем-то, FDA так лейблировала. А вот страховые компании, например, не хотят платить за фармогенетическое тестирование. Вот документ Союза страховщиков медицинских США. Представляете, этот Союз страховщиков, вот эти организации туда входят, создали специальный документ, в котором разбирают вот эту технологию фармогенетическое тестирование для персонализации дозирования варфарина, ответа на варфарин, да, будут они оплачивать ее или нет. Ну, и, конечно же, страховщики – это последние люди, ну, в смысле, что это последние люди, а последние люди, которые вообще согласятся за что-то платить, как мы хорошо знаем из нашего личного опыта. Ну, и здесь тоже страховщики говорят, что, проанализировав все, мы пришли к выводу, что, грубо говоря, людям с дешевыми страховками мы не будем оплачивать фармогенетическое тестирование для персонализации лечения данным препаратом. Но, когда мы принимаем все-таки решение о том, что мы действительно внедряем в своей клинике персонализированную медицину, в частности, в фармогенетическое тестирование, как ее элемент, на какие вопросы мы должны ответить? Ну, недавно была опубликована статья, где эти вопросы были, этот опросник, он уже, как бы, проверен даже в организации здравоохранения, называется он «Новагейт», этот опросник. Вот эти 8 незатейных вопросов, на которых мы должны ответить перед тем, как принять решение о том, что мы в нашем стационаре действительно применяем фармогенетическое тестирование. Итак, во-первых, необходимость. Лекарство необходимо данному пациенту или пациентам, который у вас в стационаре? Да, необходимо, допустим, мы отвечаем. А существуют ли альтернативные методы лечения, то есть другие лекарства, для которых не требуется фармогенетическое тестирование? Если такие методы существуют, то, наверное, фармогенетическое тестирование мы не внедряем. Опять же, помните, я говорил одно условие – безальтернативность. А есть ли регламентация использования фармогенетического теста регуляторными структурами FDA, Европейским медицинским агентством или инструкциях Минздрава? Допустим, есть. Разработана ли логистика вообще пробы, то есть логистика от забора биологического материала через лабораторию клинической интерпретации. Это важный момент, который кажется очень простым и незатейливым, но в нашей клинике мы сломали не одно копье вот об этот пункт. Потому что врачу-то надо получить результат как можно быстрее, получить его в виде не генотипа, а в виде клинической интерпретации, да еще и получить быстро, желательно срок 1-2 дня максимум. Существует ли хорошее доказательство эффективности фармогенетического тестирования? Ну, допустим, да, существует. Существуют ли соответствующие алгоритмы, да, изменение дозирования или мониторинг эффективности, безопасности? Да, существует для некоторых тестов. Доступен ли данный тест, то есть есть ли у нас такая лаборатория, или коммерческая лаборатория, куда мы можем послать пациента для того, чтобы выполнить тест. Кто будет платить за это тестирование? Вот еще немаловажный вопрос. И, наконец, как будет представлено в историях болезни результат фармогенетического тестирования? Странный вопрос, казалось бы, да, но тем не менее он встает, когда вы начинаете внедрять клиническую практику. Большинство наших западных коллег говорят о том, что это должно быть представлено в виде электронных записей, в случае, если в вашей клинике существует система электронных историй болезни, электронных листов назначения. Грубо говоря, подобное предупреждение о том, что фармогенетическое тестирование, например, данный генотип может быть ассоциирован с каким-то нарушением фармакологического ответа, должно автоматически вылетать врачу, в виде алерта на его экране в случае, когда он пытается выписать данный препарат. Надо сказать, что слова фармакогенетика в документах Минздрава встречаются в два раза всего лишь, в приказах Минздрава. Это два приказа, которые касаются одной и той же специальности, врачей-клинических фармакологов. Это приказ старый, 494-й, 2003-го года. Представляете, написано, что в крупных ЛПУ должны быть созданы лаборатории фармакогенетики. Но если вы работаете в ЛПУ, вы знаете, что вообще в таком приказе, если слышали, то никто денег на это не выделял. Поэтому в ЛПУ нет таких лабораторий. И более свежий приказ 2010-го года, тоже Минздрава, об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по специальности, по профилю клинической фармакологии. Там написано, что клинический фармаколог должен определять показания фактически и клиническую интерпретацию фармакогенетических тестов. Хотя, казалось бы, приказы есть, фармакогенетика – это хорошо, выводят эти приказы Минздрава. Теперь заглянем на сайт Министерства здравоохранения и социального развития. Посмотрим стандарты. Точнее, не стандарты, а проекты стандартов. И мы увидим, что ни в одном из проектов стандартов лечения пациентов мы не увидим технологии персонализированной медицины. Их там пока нет. Может быть, эксперты признали, что они пока негодны. Тогда почему существуют эти приказы, непонятно. Ну, я думаю, что наши организаторы здравоохранения решат эти вопросы. И все-таки это все будет гармонизировано. А клиническому фармакологу нужно все-таки ответить на вопрос, кому показано фармакогенетическое тестирование и как его интерпретировать. И тогда он становится мостом между лабораторией и лечащим врачом. Компетенции не хватает. Действительно, где прочитать книжки на иностранных языках? Читать их трудно. Мы выпустили книжку в 2007 году клинического фармакогенетика. Она уже устарела, надо переиздавать. Надо собраться с мыслями это сделать. Это тоже трудно. Дело очень много. Недавно мы сделали такое руководство для врачей по интерпретации фармакогенетических тестов 2011 года. Представляете, год прошел, его нужно тоже обновлять. Тем не менее, наши американские друзья считают, что чтобы врача приучить к технологии персонализированной медицины, никуда не деться от того, что я говорю. О внедрении этих технологий в электронные записи, в электронные истории болезни. Коротко вам расскажу о проекте, который проходит в Чикаго. Это проект 1200 пациентов. 1200 пациентов, которым провели достаточно большое генетическое тестирование по многим полиморфным маркерам, которые ассоциированы с нарушением фармакологического ответа. Эти 1200 пациентов ведут врачи общей практики с помощью электронных историй болезни, электронных листов назначений. Как это работает? При попытке, естественно, врачи не могут держать в голове, какой генотип пациента. Все это в программе. Генотипов очень много. При попытке врачом в листе назначения выписать какой-то препарат, вот здесь, по-моему, амепрозол фигурирует, и амлодипин, если у пациента есть соответствующий генотип, который ассоциирован с нарушением фармакологического ответа, автоматически врачу выдаются рекомендации и предупреждения о том, что это имеется. В виде очень простой схемы светофора. Если генетической происположенности к нетипичному фармакологическому ответу нет, тогда светофор зеленый, это значит, что у пациента нет соответствующих генетических детерминантов. Если светофор желтый или красный, то, соответственно, это значит, что у данного пациента есть генотип, ассоциированный с нарушением фармакологического ответа. Дальше выдается расшифровка, что это за нарушение возможно и что делать в данном случае. Наши коллеги из Чикаго считают, что именно вот такие технологии являются наиболее перспективной технологией реальной имплементации технологии персонализированной медицины в реальную клиническую практику. Ну и в конце хочу сказать, что, конечно же, технологии персонализированной медицины, фармагенетическое тестирование – это очень перспективный инструмент для повышения эффективности и безопасности лечения нашим пациентам. Но, тем не менее, многие метры фармакогенетики и персонализированной медицины трезво воспринимая ситуацию, иногда пишут такое в очень хороших журналах, что от этого иногда мурашки по коже идут. Но, тем не менее, это нужно трезво осознавать и читать то, что пишут коллеги. Итак, профессор Эванс всю жизнь посвятил фармагенетике, фармагеномике. Что он пишет? Он пишет о том, что нужно осторожно относиться к такому всеобъемлющему внедрению. А внедрять действительно только то, что действительно доказано и может приносить пользу пациенту. И еще вот эта фраза меня, как клинического фармаколога, она очень, так скажем, задела. Профессор Эванс пишет, что самый мощный предсказатель эффективности и безопасности лекарств зависит от генетики в меньшей степени, чем от правильности применения лекарства у пациентов. Что это значит для врача? Применять лекарства надо правильно, в соответствии с инструкциями и рекомендациями. А фармагенетика действительно может помочь повысить эффективность и безопасность такой терапии. Тем более, что я вам сейчас расскажу пример реальный клинический, который у нас был полтора года назад. Поступает к нам женщина, которая принимала варфарин, пожилая женщина принимала варфарин по показанию флеботромбоз. Флеботромбоз. Показания действительно прописаны в инструкции, назначен препарат в соответствии с инструкцией, да и доза не превышает та, которая регламентирована инструкцией. Поступает с желудочно-кишечным кровотечением, с массивным кровозрянием в коже, вместо спины у нее, видите, такой синяк очень большой. МНО – это коагологический показатель, который отвечает за антикоагулянтное действие препарата, 24. Ну, в норме у нас с вами МНО – один. У пациентов, которым назначаем варфарин для профилактики травмоэмболической осложнения, он должен быть 2-3. У этой женщины 24. То есть, кровь вообще не сворачивается. Соответственно, мы ее генотипируем и действительно в ней находим полиморфизмы, генотипы, ассоциированные с высокой четвертостью варфарина. Потом начинаем раскручивать этот случай и спрашивать. Оказывается, у нее проблемы с памятью, потому что церебросклерная болезнь. Вообще не помнит она, сколько она таблеток принимала в день. Вроде бы прописано доктором столько, а сколько на самом деле неизвестно. Особенно МНО не контролировала коагологический показатель, то есть не объяснили, что это нужно. У нее болела спина, она пошла к терапевту, и терапевт ей назначает сверху этой терапии нестероидный просполитный препарат, диклофенак. Напомню, что нестероидные просполитные препараты также обладают антиагрегантным действием, ульцерогенным действием, то есть вызывают язвы. Когда у нее начались первые синяки, как проявление чрезмерной антикоагуляции, она все-таки пришла в поликлинику, районная поликлиника, московская, это не глубинка, к хирургу она пришла, это несчастная женщина. Хирург, глядя на эти синяки, как вы думаете, что ее назначает, господа, кто врачи? Если бы. Гепариновую не хотите? Гепариновую мазь назначает. Тоже не спросил, что она принимает, зачем она принимает, неважно. Гепариновая мазь и все. У нее же слепотромбоз. И синяки, понятно от чего, с точки зрения хирурга, наверное. Через три дня, в общем-то, она госпитализируется к нам. Но врачи очень много сделали для того, чтобы она не выжила, прямо скажем. Но она все-таки выжила. Действительно, есть генетическая предрасположенность к высокой чувствуете сферфории. Но посмотрите, сколько еще факторов, которые как пазл сошлись и вызвали эту реакцию, от которой можно просто было умереть. То есть, генетический фон, конечно, был. И, конечно же, фармагенетическое тестирование, как компонент персонализированной медицины, абсолютно должен использоваться, он эффективен. Но еще пациентов надо обучать, школу пациентов. Пациентов надо учить контролировать показатели, фармакодинамика, в частности, когологические показатели. Такие домашние приборы есть. Для пациентов нужно открыть горячую линию, как это сделано в США и в странах Западной Европы, где они могли проконсультироваться. В случае высокого МНО, что делать, или в случае применения других препаратов. И фармакогенетика, которая, конечно же, здесь играет тоже определенную роль. Это аппарат для домашнего измерения МНО, здесь представлено. Ну и в заключении хочу сказать, что, в общем-то, генетика – это не все, что определяет в нашей жизни, в том числе и фармакологический ответ, существуют другие биомаркеры, которые должны быть использованы для персонализации лечения, в частности, фармакотерапии. Технологии персонализированной медицины действительно могут использоваться для применения, для персонализации ряда лекарственных средств. Сейчас пока небольшого количества, но все-таки, наверное, количество будет расширяться. Особенно актуально для определенной категории пациентов, для повышения эффективности и безопасности. Для внедрения технологии персонализированной медицины, в частности, в фармакогенетике, должно быть решено ряд вопросов и проблем, о которых я сказал. И технологии персонализированной медицины, фармагенетическое тестирование в плане клинической фармакологии, должны рассматриваться как один из компонентов персонализации, который работает с другими технологиями, в том числе и клинико-фармакологическими, которые должны быть учитаны. Действительно, генетическое тестирование может вот за этой стандартной таблеткой увидеть индивидуальные особенности пациента. И мы, как Микеланджело, вытачиваем из этой таблетки нашего пациента и персонализированно подходим к терапии в зависимости от его индивидуальных особенностей, а не в зависимости от каких-то других факторов влияния фармацевтического бизнеса и так далее. А таких таблеток у нас на горизонте, которые требуют вот такого вытачивания, очень и очень много. И мы будем стараться, чтобы этих таблеток, точнее, этих подходов было больше. А наши больные не были похожими на вот этого больного. Фармацевтическая рулетка, фармакологическая, когда засовываются таблетки, неизвестно, что получится. Не то побочный эффект, не то эффективность, не то неэффективность. Ну вот, спасибо за внимание и терпение. Если у вас возникли вопросы, я с удовольствием готов на них ответить. У кого возникли вопросы, поднимайте, пожалуйста, руку, я принесу микрофон. Большое спасибо за очень интересную лекцию. Вы много рассказывали о клопедогреле. Я бы хотел привлечь ваше внимание к еще одному аспекту. В силу описанных вами причин, клопедогрель – это высоковариабельный препарат. То есть, ну, скажем, если два рандомизированных, случайных человека его примут, то великие шансы, что концентрация будет очень разной. Таким образом, разброс до 40% концентрации по разным данным. Таким образом, чтобы доказать идентичность двух формуляций клопедогреля, необходимо использовать большое количество субъектов в исследовании. То есть, я сейчас больше в сторону биоэквалентности. Однако, что я вижу на сайте Минздрава в материалах Совета по этике? Одобрить изучение биоэквалентности клопедогреля на 18 добровольцах. Я прикинул ради интереса 18 добровольцев. Что это значит? Это значит, что если вы сравниваете плавикс и плавикс, то есть два оригинатора между собой, то только в трех из десяти исследований биоэквалентности, когда вы сравниваете плавикс и плавикс, вы можете доказать биоэквалентность. Это при том, что вы точно знаете, что один и тот же препарат. Таким образом, тем не менее, все компании, которые проводят исследования своих дженерических препаратов на 18 добровольцах, как правило, речь идет о российских компаниях. Тем не менее, они все почему-то доказывают эту биоэквалентность, даже учитывая, что они сравнивают плавикс и свой препарат, а не плавикс и плавикс, и выпускают их на рынок. Таким образом, никаких доказательств о том, что в их препарате вообще что-то есть, их нет. Соответственно, это тоже может делать вклад в те индивидуальные особенности, которые вы рассматривали. Вот, на мой взгляд, это еще одна проблема, которая имеет определенное отношение к медицине, но со стороны качества препаратов. Абсолютно верно, такая проблема есть. Могу лишь сказать, не углубляясь в подробности, это совершенно отдельная тема и отдельная лекция. Могу сказать, что большинство исследований, которые я показывал, если не все, по изучению резистентности к лопидогреллу, изучению влияния полиморфизма генов цитахрома-2019, были проведены на оригинальном препарате. На оригинальном препарате. Ну, а те проблемы, которые озвучили, они, конечно, имеются, но, опять же, это отдельная тема, позвольте мне не углубляться в нее. Хотя такая проблема существует не только для Плавикса, но и для многих других препаратов. Отдельная тема биогенерики. Но это совершенно отдельная тема. Давайте сегодня не будем ее трогать очень подробно. Спасибо большое за лекцию. Очень действительно именно фармакогенетика прям лицом повернулась, можно сказать. Скажите, вот в середине Вы задавали вопрос по части того, что насколько вообще при том массиве данных, которые у нас есть по части фармакогенетики, насколько это применимо, собственно, к пациентам определенным. Насколько я понимаю, на настоящий момент фармакогенетика уже рассматривается не изолированно, а, скажем, в сочетании с, ну, например, полным геномом пациента. Я второй раз уже на этих семинарах упоминаю статью Снайдера, последнюю, которую в 2012 году, когда он свой там геном полностью секвенировал, там в течение года свой транскриптон тоже сделал, и там у себя предсказал этот самый свой диабет второго типа. При том, что он совсем худой, и никакой генетики у него нет предположенности. Но Вы не считаете, что именно в будущем-то как раз будет сопоставление, скажем, предрасположенности, то есть я так понимаю, что сейчас это несколько такие разные характеристики, то есть вот эти вот самые СНИПы и генетическая предрасположенность, они, скажем, как бы это одно, одно целое. Вот когда мы делаем полный геном и смотрим действительно стандартную предположенность диабета второго типа, и там СНИПы, связанные с конкретными, ну, с тахромами или там метаболизмом всех гликогена, там всего, что у нас есть, инсулина, все-таки это несколько разные вещи. Сейчас они более-менее как бы объединяются, то есть понятное дело, что это в дальнейшем будет все более и более связано. И как бы рассматривать мы это будем тогда с этой вот объединенной перспективой, тогда у нас, в общем-то, беспорядок вот это вот в значительной степени уменьшится. Вам так и не кажется? Вы знаете, Вы очень хорошо усекли вот это вот мое желание отсепарироваться, несколько отделиться от генетики предисположенности. Ну, скажу так, что в настоящее время все-таки фармакогенетика – это то, что наиболее близко к клинической практике и понятно клиницистам в плане ее клинической интерпретации. Понятно, такой-то генотип выбирает клопидогрел, такой-то генотип выбирает амтикогрелол или прозогрел. Что касается генетикой предисположенности, здесь все гораздо хуже в плане клинической интерпретации. Что от того, что я знаю, что вот данный пациент, который… два пациента у меня, да, один… двое курильщиков, да, у одного я выявляю полиморфизмы, которые предисполагают к раку легкого, а у второго не выявляю. Ну, может быть, можно пофантазировать, наверное, будет скрининг разный, да. А что, одному пациенту я скажу, бросай курить, а второму я скажу, не бросай курить? Какая здесь будет клиническая значимость вот этого, вот этих, вот данного тестирования? Я лично не очень понимаю. Для меня это загадка. По поводу скрининга. Даже если мы, так скажем, эмпирически, да, скажем, что вот данному, данной пациентке, у которой есть происположенность к раку молочной железы, нужно делать там мамографиюс. Только-то раз, там, не знаю, два раза, три раза, каждый день, вот, а данной пациентки нет. Или, может быть, данной пациентке, молодой красивой девушкой, скажет, что вообще нужно молочную железу удалить, чтобы не было никакого рака молочной железы. Это я утрирую, конечно, но, тем не менее, для меня не очень понятна клиническая интерпретация генетики прорасположенности. По фармакогенетике, может, потому что я клинический фармаколог, мне более-менее понятно, как я буду клинически интерпретировать, как я это буду использовать у конкретных пациентов, и что я получу на выходе. Ну, вот, поэтому я вот так вот отделил эти два направления, хотя, наверное, в будущем, наверное, они как-то будут объединены. Опять же, вот я показал, вы делаете полногеномный, допустим, какой-то анализ, да, какой смысл вот в этих даже полиморфизмах фармагенетических для человека, который, как бы, пока не имеет показаний к применению этих препаратов. А вот когда это будет, опять придется возвращаться не только к генотипу, но и к другим факторам, которые необходимо учитывать для персонализации. Поэтому смысл этого мероприятия, большой смысл, я лично, наверное, не вижу. Ну, а скажем, такой пример. У нас есть человек с явной генетической предрасположенностью по атеросклерозу. Мы подозреваем, что в какое-то время жизни у него может быть установлен стенд. Ну, скажем так. Ну, я, естественно, из головы это все придумал. Мы подозреваем, что когда-нибудь ему может понадобиться клапидогрел. Если в группе пациентов с отягощенностью по атеросклерозу по генетике предрасположенности мы видим необходимость, собственно, в этом препарате в будущем, мы экономим время анализа, которое у него нужно будет в случае назначения. Ну, скажем, хорошо, это неургентная ситуация, когда мы назначаем год поддерживающего клапидогрела. Но в ситуации какой-то острой патологии мы можем, то есть, по его генетике предрасположенности, заранее предсказать, какую, собственно, какой препарат он в дальнейшем будет принимать и, соответственно, определить его дозировку до ургентной ситуации. Ну, наверное, если действительно ургентная ситуация не за горами, то, наверное, да. А если, допустим, речь идет о 20-30 лет, а будет ли через 20-30 лет клапидограмм? Так, на минуточку, я не знаю. Может, и вообще не будет. А варфарина точно не будет. Я так думаю. Стохромом-то будут? Будут другие препараты? Ну, аспирин. Ну, по аспирину там другая история. Наверное, то, что вы говорите, имеет определенный смысл. Но, опять же, так скажем, рекомендовать повальное применение технологии сиквенса или даже, опять же, так называемый генетический паспортов я бы не рекомендовал. Все-таки на с тобой же день состоится впечатление, что даже фармогенетическое тестирование нужно не для всех пациентов. Даже при наличии показаний для проблемных препаратов. А все-таки для пациентов из группы риска. Потому что для них наиболее, так скажем, хорошая доказательная база по эффективности этого мероприятия. А по другим, ну, не знаю. Насколько я понял, ограничивающими факторами сейчас является в первую очередь цена. То есть, не столько интерпретация даже, сколько цена. Хорошо. В нынешних условиях, когда это даже, ну, допустим, тысячи долларов, ну, допустим, сейчас пять, там, в конце года, допустим, там, это будет тысяча долларов. Хорошо. Это ограничивающая часть. Ну, мы ожидаем, что в течение, там, семи лет, ну, сколько это будет, если, ну, не солит, ну, а Инторрент, там, вот, свою вот эту технологию включить, там, в конце, там, четырнадцатого, допустим, года. Ну, это сколько там будет? Ну, меньше тысячи долларов. Следующие, кто-нибудь сейчас подсветятся на микроскопии или на одномолекулярных методиках секвенирования, ну, и сделают, там, за двести. То есть, когда это будет двести долларов, собственно, отграничивающим-то фактором цена уже не будет. То есть, вы считаете, что вот эта тенденция по поводу того, что это не будет нужно сохраниться в течение ближайших пяти лет? Нет, я не говорил, что это не будет нужным. Я говорил, опять же, что это нужно для определенной категории пациентов. Вот в настоящее время, может быть, то будущее, которое вы описали, когда оно будет, действительно, это будет, так скажем, повально и так далее. С другой стороны, из того, что и все огромного количества моря полиморфизм, которые мы определим, в настоящее время, ну, вам известно, что имеет клиническое значение, сколько процентов. Иногда, иногда, я тоже не буду называть компанией российской, я вижу некие подобия генетического паспорта, и, грубо говоря, не вижу тех полиморфизм, которые мне нужны. Ну, здесь, конечно, дефекты составителей, да, этих чипов там и так далее, но тем не менее. То есть, к этому нужно, конечно, подходить с умом, и в настоящее время место этого тестирования, оно есть, оно нужно, конечно. Но в плане повального, так скажем, применения, я бы не стал торопиться. Ну, такое, несколько скептическое отношение, но это не говорит о том, что я против персонализированной медицины, я за персонализированную медицину. Всеми руками и ногами, за. Но цивилизованно, опять же, нужно относиться к ее внедрению и к интерпретации, особенно к интерпретации результатов молекулярно-генетического тестирования. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересно, вот, по поводу, то, о чем вы говорите, да, по органистическому тестированию для препаратов растительного происхождения. То есть, обязательно проводить, допустим, такое тестирование для препаратов растительного происхождения. То, о чем я хочу сказать. То есть, в основном, это тестирование проводится для болезней, которые очень редкие, да, группы риска и так далее. Правильно я вас понимаю? Нет. Нет, вот эта методика ваша. Ну, она не моя, эта методика, нет. Вы спрашиваете о возможности генетического тестирования для прогнозирования эффектов фитофармакологических препаратов. Да, да. Как раз вы говорили о ревизе, да? Это пример, да. Ну, это просто, вы знаете, я привел, честно говоря, пример. Я не вдавался в эту тему, хотя мне известно, что такая тематика существует, что несколько таких исследований проведены. Это как пример того, что изучают ассоциации между полиморфизмом, геном и фармакологическим ответом не только на классические, синтетические препараты, но на фитопрепараты тоже. Да, это вот одно из исследований, я продемонстрировал. Но это, опять же, не значит, что прям завтра специалисты по юрведе будут обязательно применять генетическое тестирование для персонализации своего лечения. Опять же, нужна валидизация, так же, как в случае с фарфарином, для того, чтобы это тестирование ввелось в практику. Даже в такую, наверное. Это мое мнение. Спасибо. Спасибо. А есть ли какая-то связь между терапевтическим индексом, то есть, если, допустим, он достаточно маленький, и необходимости от персонализированной медицины? На 100% вы правы, и такая связь существует. Действительно, на одном из слайдов был среди условий применения фармагенетического тестирования препарат с узким терапевтическим диапазоном или индексом. Действительно, это так. И если вы посмотрите линейки препаратов, которые FDA одобрила, там где-то 60, а то и 70% препарат с узким терапевтическим окном, индексом. То есть, это варфарин, это противоопухолевые препараты, это антидепрессанты, нейролептики. Действительно, для этих проблемных препаратов это наиболее нужно, это вы правы. И, скорее всего, новые фармагенетические тесты будут создаваться прежде всего именно для этих препаратов, для проблемных. Добрый вечер. Благодарю за лекцию. Было очень интересно, познавательно. У меня два вопроса. Первый. Оцените, пожалуйста, искренне уровень развития персонализированной медицины на территории Российской Федерации по сравнению с мировым рынком. И второй вопрос. Приведите, пожалуйста, в пример медицинские центры, в которых прислушиваются к данной полезной концепции. Можно последний вопрос все-таки не прислушиваются. Но, понимаете, я побоюсь кого-то обидеть. Получается, что я назову только те, кто прислушиваются, а кого не назову, значит, они не прислушиваются. Но, поверьте, я знаю, что в Москве, в двух столицах точно, и в крупных городах российских тоже фармагенетическое тестирование проводится. Мало того, могу сказать, что мы проводили специальную работу, которая была на стыке Организации здравоохранения и клинической фармакологии, в которой диссертантка изучала рынок фармагенетических тестов на территории России. Работа была простая и незатейливая. Это часть была работы. Могу назвать это моя аспирантка Ксения Герасимова. Вы можете легко найти ее автореферат в интернете. Работа была простая, часть работы. Она составила стандартизированный опросник. Во-первых, находила с помощью определенной методологии, находила в интернете прайс-листы этих компаний, звонила туда и представлялась врачом. И дальше начинала опрашивать по этому опроснику консультанта. Иногда отвечали прямо сразу, иногда переключали на каких-то консультантов по вопросам стоимости, вообще линейки фармагенетических тестов, сроков выполнения и так далее. На 2010 год, эта работа проводилась тогда, на 2010 год, по поводу, как такой золотой стандарт, так скажем, тестовый тест, извините, фармагенетический тест был использован для прессонализации дозирования варфарина. На территории России было, по-моему, если не ошибаюсь, чуть больше 20 коммерческих лабораторий, которые в своих прайс-листах выставляли фармагенетический тест для персонализации дозирования варфарина. Огромный был разброс по стоимости. Еще раз повторю, это 2010 год, это не 2012 год. Средняя стоимость этого теста, как вы помните, это три точки всего лишь, это 6 тысяч рублей. Такая пауза, я специально ее делаю. Чтобы вы оценили, насколько неадекватна, так скажем, стоимость этого тестирования и того, что заявляют в прайс-листе. На 2010 год, опять же, срок выполнения этого тестирования составлял средний 14 дней. Это к вопросу об оценке состояния персонализированной медицины территории России на 2010 год. Значит, врачу-то надо не на 14 дней. Врачу надо на первый, на второй день. Почему 14 дней? Можно только догадываться, и специалисты в области молекулярной генетики, может быть, догадаются. Может, они там тесты копят, я не знаю, им легче это выполнять. Поэтому 14 дней. Выполнено на реалтайме, это 4 часа. Но тем не менее. Там еще несколько было показателей. Не все дают клиническую интерпретацию, а если дают неадекватную и так далее. Так что, в 2010 год, действительно, это было представлено в основном коммерческими лабораториями. Либо такие лаборатории и тесты делались в институтах, в клинических институтах системы Российской академии медицинских наук. Но сейчас все-таки приходит, так скажем, больше понимания к тому, как это использовать, как это интерпретировать. И существенно изменила стоимость тестов даже в коммерческих лабораториях. Поэтому проводить нужно новый анализ. Он, я думаю, будет не менее интересный. Количество таких коммерческих лабораторий тоже увеличилось. Но я знаю центры системы Российской академии медицинских наук, ведомственной медицины, где уже созданы подобные лаборатории. И подобные тесты уже делаются, но если не рутинно, то почти рутина, то по показаниям, так скажем. То есть, это распространено. Москва, Санкт-Петербург, могу назвать города еще Новосибирск, ну и ряд других, по-моему, Ростов-на-Дону и так далее. То есть, это есть. Самара. Скажите, пожалуйста, по Варфарину, там они праймеры, зонды сами делают? Нет, вы знаете, мы этот вопрос не изучали. Представляете, доктор спрашивает консультанта по телефону, а вы праймеры сами делаете? Ну, доктор не может это спросить просто. Мне просто интересно, из чего цена складывается? Я думаю, может быть, люди покупают наборы, я не знаю. Соответственно, у компаний, которые нам известны. То есть, может быть, они сами что-то варят, я не знаю. Мы это не уточняли. Наверное, в будущем, если исследование такое будем проводить, конечно, будем выяснять, но пока вот так. А цена складывается, мне кажется, на мой взгляд, она складывается спонтанно. Да, да, да. Я прошу прощения. Вы несколько раз упомянули в течение лекции, что врачи, в том числе и варфарин, делали заключение, что рутинное тестирование как бы не рекомендуется. Вот чем аргументировали вот эти врачи? Это вы не страховщики, вряд ли это была только цена. Понятно. Это первое. И второе, соответственно, ну, сразу будет вопрос, есть ли это все-таки цена. И цена сейчас должна быть, ну, три точки, должна быть относительно доступная. Почему вы это тоже сами считаете, что, ну, кому помешает эта информация? Что вы там, кстати, имеете те алели, которые нехороши для варфарин? Значит, второй вопрос более сложный. Первый вопрос более простой. Значит, вопрос в том, что это не врачи рекомендуют, точнее, не, конечно, врачи, это эксперты профессиональных обществ. Ну, я показывал, в частности, рекомендации профессионального общества, которое называется Американская Ассоциация Таракальных Врачей. То есть, это эксперты, которые чем занимаются? Они создают вот эти вот руководства. На основании чего они создают руководства? На основании анализа многочисленных рандомизированных клинических исследований. Если вернуться к слайду вот по этой рекомендации, вы увидите, что там, где написано «не рекомендуется рутинное исследование», и дальше после этой фразы в скобочках некая циферка и некая буковка. Ну, там скажу, что это цифра 1b. Значит, что это такое? Это уровень доказательности того исследования, на основании которого сделан вот такой вывод. То есть, это означает, что эти эксперты пролопатили несколько исследований, в которых действительно изучалось фармогенетическое тестирование для персонализации варфарина по сравнению с традиционным тестированием, и что они показали, что не во всех исследованиях была, так скажем, доказана достоверная польза от этого мероприятия. На основании этого они делают такие рекомендации, что рутина не надо применять. Почему? Потому что не доказана польза этого мероприятия. Что касается вопроса второго. Для меня он более сложный, так же, как и на вопрос, который отвечал вопрос коллеги. Ну, что будет плохого, если сделать данное тестирование, кому оно помешает? Действительно, оно никому не помешает. Что касается конкретного человека, а что касается системы здравоохранения, на уровне ЛПУ, на уровне региона, на уровне системы здравоохранения, наверное, перед тем, как принимать такие решения, все-таки нужно больше доказать эффективность. Конкретному человеку не помешает, абсолютно. А вот системе в целом, наверное, вопрос. Не знаю, я ответил на Ваши вопросы или нет. Отвечащий врач как бы не система. Я могу сказать, вот если меня спросят, а Вы бы своему родственнику сделали это тестирование, даже при отсутствии противопоказаний? Я отвечаю, да, сделал бы. Вот ответы на мой вопрос. Что касается внедрения в систему здравоохранения, пока, наверное, говорить об этом рано. о тотальном внедрении. Еще вопросы? Скажите, два вопроса. Один короткий. Вот Вы сказали, что, ну, Вы не знаете, будет ли варфарин или нет, и скорее нет. Вот какие Ваши… Что Вы думаете насчет вот ксабанов, ингибиторов 10-го А-фактора, как замены для варфарина? У вас провокационный вопрос всегда. Нет. Ну, на самом деле, я думаю так, что, конечно, это шаг вперед в области фармакологии, клинической фармакологии. Конечно же, у этих препаратов есть будущее, у них есть преимущество перед варфарином, и они займут определенную нишу. Скорее всего, эта ниша будет завоевываться потихоньку, постепенно. Объясню, эти препараты, которые говорят коллега, в отличие от варфарина, они, во-первых, не требуют подбора дозы, там фиксированные дозы, они не требуют контроля, по эффективности они даже чуть получше, статистически значимо получше, чем варфарин, по безопасности они почти такие же, как варфарин, по некоторым показателям лучше по безопасности, но они пока очень дорогие. Скорее всего, эти препараты будут все больше и больше завоевывать свою нишу, но пока они, скорее всего, будут применяться у пациентов, которым невозможно назначение варфарина, по каким-то причинам, пока. Опять же, перевести всех пациентов с варфарина, всем, кому он нужен, с варфарина на эти препараты, пока не представляется возможным, в том числе и финансовых причин тоже. Эти препараты действительно дороже, значительно дороже, чем варфарин. Но перспектива у них есть, конечно. И второй вопрос, он такой, наверное, больше технологический. Вот вы рассказывали о статинах и о переносчиках органических анионов. Статины, вот эти переносчики, они лимитируют поступление статина в печень. Соответственно, чем, грубо говоря, менее активны эти переносчики, тем больше в плазме болтается препарата. Но в то же время мишенью данного препарата является редуктаза, которая находится в печени. Соответственно, то есть, с одной стороны, эти переносчики, они обеспечивают побочные явления ассоциированные, нежелательные явления ассоциированные с высокой концентрацией. В то же время они, грубо говоря, не дают препарату попадать туда, где он должен действовать. Соответственно, многие компании выбирают сейчас, меняют формуляцию препарата, уходя из препаратов с немедленным высвобождением в сторону препаратов с контролируемым высвобождением, будь то матричные таблетки или там разные технологии замедленного высвобождения. Таким образом, для чего нужно замедленное? Ну, чтобы не так быстро насыщались эти переносчики, и, соответственно, препарат поступал в печень. В связи с этим вопрос, что Вы думаете насчет препаратов, где фармакокинетически изменяют профиль с тем, чтобы уйти от либо нежелательных явлений, либо недостаточной эффективности, потому что это сейчас, на мой взгляд, достаточно общая тенденция для многих классов? Ну, по отношению к статинам это не совсем, наверное, справедливо. Могу сказать, что совершенно верно Вами было подмечено, действительно, если это показывает, что у этих пациентов с полиморфизмом гена транспортера органических анионов 1B1 не только повышается риск миопатии, но и в некоторых случаях снижается эффективность препарата. Это действительно так, это видны и схемы, и не вызывает сомнений. Другое дело, что персонализированный подход прогнозирует максимальные дозы препаратов, максимально безопасные. Это значит, что в пределах максимальной дозы можно манипулировать дозой для того, чтобы достигать эффекта. Ну, допустим, если у Вас максимальная доза прогнозирует до 40 мг, но если Вы практикующий врач, Вы знаете, что редкий пациент, которому Вы вообще достигаете такого значения, если это, конечно, не пациент с острым коронарным синдромом, когда нужно начать сразу большую дозу препаратов. По поводу медленного освобождения. К статинам это, наверное, меньше относится, потому что данная тенденция была обнаружена, не тенденция, а ассоциация была обнаружена даже на статинах длительного действия. Ну, если, допустим, лово-статин и симво-статин, их период полуведения – это 6-8 часов, то для торво-статина период полуведения составляет 32 часа. Для него то же самое. То есть, здесь, видимо, и речь не идет о насыщении переносчиков. Хотя, наверное, для других препаратов это может иметь определенное значение. На вскидку я не могу вам привести примеры, но то, что вы излагаете – это логично. Может быть, это реально. Для статинов это вряд ли актуально. Еще вопросы? Тогда еще раз огромное спасибо Дмитрию Алексеевичу за прекрасную лекцию. Спасибо. Спасибо вам за очень интересную дискуссию, за то, что пришли и поделились своей информацией. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok